Лиги по плееру Not Battleground Сегодня мы посмотрим на вторую часть нас ждут нас ждет пара десятков коллективов которые будут серьезно зарубаться за топ 3 за право выйти в суперфинал за право сразиться за призовой фонд, который на данный момент составляет более 105 тысяч рублей и в суперфинале они соответственно будут играть еще с профессиональными коллективами хочется сразу, пока не забыл, пожелать участникам удачи круга друга хорошей стрельбы не сдавайтесь ни в коем случае даже если вы к третьему, к четвертому матчу поймете, что все уже игра вы не попадете из-за игры в топ 3 рассматривайте это как хорошую тренировку, потому что те люди, которые здесь находятся они уже играют на хорошем уровне для вас это отличная практика в принципе, чем сложнее противник тем быстрее вы эволюционируете тем лучше ваша игра становится поэтому ну и в конце концов уважение нужно сражаться до конца чтобы там не стоило не опускать руки и не сдаваться ни в коем случае победители определяются естественно по как по занятому месту, так и по очкам играть мы будем 6 карт 3 на Мирамаре, 3 на Эрангеле и мне принесли кофе с киндер чоколад сразу вспоминается сокол который уже отлично отстрелял там на прошлой трансляции но команда пуха будет будет завтра кстати играть сегодня коллективы кстати, надо же освежить в памяти в имена тех героев которые будут сегодня сражаться за пам-пам-пам-пам-пам-пам так, F2 Трикстерс в составе Лонгнейм Ку-Ку Громовский О, Плюшкин Джой Кряк КРД Тим Партизан КРД Колючий Неоген и Брун А, я команды называю по номерам вы такие же места занимайте, пожалуйста в непосредственном игре Вэвиктикс eSports iFi мазафака 93 Бластон Тизерин Ой, хорошо они, кажется играли на прошлой квали Знакомый знакомый Тизерин никнейм Юник eSpo Гипсейринг Рэджки Амидамару 3-2-2 естественно и Вокминстэ Сложно, скорее всего с ошибкой прочитал О, Дэс Вом команда Жесткая Жесткая Кажется, они топ-1 заняли в четвертой квали Да, причем отрыв там был колоссальный Вот за этими ребятами надо смотреть очень внимательно За свифтами и за ними Прямо они психи Что одни два косаря настреляли за четыре карты что другие больше двухк Второе, третье место 1100 1400 Ладно, там есть В общем тяжеловато Итак, This Вом У них еще логотип Зерга Дронетранспортер Мкайлович Алая ГГ и Айронест Шестая команда Аркадий Аркадный Флекс Хуркейн Они не очень хорошо отыграли но в принципе игроки очень хорошего уровня Полет 444 Dream4U Evil Angel Команда номер 7 Ghost Legion Киво УМД Привет, Опиан Gold B La Flame 322 тоже Flame Force Команда номер 8 Royal Strix Зейн Роман Лилиум и Twizz Twizz Зиз Короче, сложный никнейм Я не знаю Twizz, наверное, его надо называть О, на YouTube трансляции должны идти Эйга Я вижу, по крайней мере что идет по крайней мере на Twitch А это значит что ретрансляции работают хорошо Пам-пам-пам-пам-пам Рокец, привет Команда CIS Hope Maxich Кристальный Хиги и Последний Самурай Номер 10 Команда GGBB Торо Кашарт Триумф и SG SG Бли SG Бли Команда Аян Гейминг Сталки Шнига Шнига, наверное Хэвик и Да ну как так-то Ну почти Команда Гудгейм Эшка Татарин Дэдфокс Муви Тринадцатая команда Дудос Барбаш Мистер Палитра Десбат и Зелимхан Команда Оппозиция Ватефака Дерейр Фоксбот Куэкер Магистр Нет, Куатер Магистр, сори Я что-то Куэкер сразу прочитал Пятнадцатая команда Киджи Би Раши Нигма Плей Грин Юа Вовкиз и Етуч Или Етуч Или Пятуч Команда Шестнадцать Свифт Вот это вот хорошие Надо прям смотреть-смотреть The Wolf Креспикс Знакомые никнеймы Леванта Свифт и Нуки Эз Токсик Плеер Семнадцатая команда Анимак Ирокес Здоровался в чатике Самый Токсик И Велес White Wolves Восемнадцатая команда Expect 3D Джамбо Гами Джамбо Кагами Дима Машина И Пижаменный Дядя Нет, Пижамный Дядя Предпоследняя команда Хайку Watchful Лолейта Куртизанка Коко Джамбо И Физ И Сто сороковые Деддом Деддом Риэл КПЕ Сан Бруно Ландебрауф Последний четвертый Прошу прощения У участников Если я прочитал Скорее всего Какие-то никнеймы Прочитал неправильно Вот Надеюсь Надеюсь Вы не серчаете Игри пока нет Но Кстати Пока есть возможность Можно заточить Шоколадку И кофе Я бы Прямо вот С удовольствием Большим удовольствием Если вы конечно Не позволите Это я понимаю Что не профессионально Но очень вкусно Хотел бы я с вами поделиться Но к сожалению Техника еще не дошла Добрый вечер Даркномик Здравствуй Ганджубас Петрович Приветствуем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Там ссылочку на сеточку скинули Спасибо большое Пантяж Привет Сач Ну вот сегодня Жалко что я опять один буду Комментируй Сдавим Гораздо Гораздо Интереснее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Турин говорит Может да ну и вон этот Пабджи Там сейчас ламповый Варкрафт 3 Начнется Нитрош Против Хока Нитрон выиграет Судя по всему Он готов Так и я вижу Что Есть у нас уже игра Пароль 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 Неплохой Заходим О ничего себе Тут уже пол сотни участников В игре Чемандр ты ошибся игрой Последние несколько дней У меня конечно много всего То есть на прошлой неделе Мы и Пабджи застали И Варкрафты Немножко цепанули Финал И Фростпанк там Не так давно закончился Сейчас переключились на Икском Он конечно бесподобный Этот Лонгвор Сумасшедшая Сумасшедшая Стратегия Тактика Деддом ин каминг Да-да-да Спасибо Липсу Я все уже Я подъел В чатике к сожалению На трансляции задержка По этому чатику Реагирует как может А именно С Колоссальным запозданием Поэтому Развлекайтесь там Не скучайте Миша Ты можешь цыкать Чаще одного раза В пять минут Я не пробовал Вот Но Зачем Ты запомнишь Такое АДР Нет Расскажи Реал КПЕ Тайвель говорит В киндрах Пальмовое масло Надо Алиндет Брать 60% Какой-то Мне уже так серьезно А то мне страшно Все Все в порядке Я сосредоточен Я же должен Серьезно относиться К тому что поглощаю Привет Мэдмен Здравствуйте Ой набирается ты уже Так серьезно 60 плюс Вчера заканчивали мы С количеством игроков 54 Допускаю что кто-то Все таки не выдержит И отвалится Потому что это испытание Тизерин один там в команде Dream4U Тоже Соленова решил Где тиммейты Суббота Вечер Шесть часов Опаздывают Кстати к второй игре Вчера тоже Ну там было больше Участникам Чем первой У тебя новые уши Вместо тех сони Да нет У меня изначально Было Было Две пары ушей Минус этих В том что Их нужно растягивать Для начала Потому что Они довольно плотно На ушах сидят И Другого типа они И Очень некомфортно Поэтому я их там А но И Я их забросил Короче на какое-то время Появились Уши для PUBG Очень хорошие Где басы Есть И как раз У них можно очень долго сидеть Но в этих соньках Там очень сильный перебор По басам Поэтому если вы Например слушаете музыку Или там занимаетесь вокалом То В тех ушах Будет совсем не то Что есть на самом деле Хотя что есть на самом деле В общем Они слишком глухие И в них очень плохо все слышно Ну кроме специфичных весьма звуков Либо специфичного типа музыки Либо В каких-то игр Где тебе прям нужно Слышать басы Вот Поэтому Когда встал вопрос О нормальном Хотел сказать Звукоизвлечении Но это не совсем то Звукопередачи Наверное Да То я вспомнил Что у меня есть хорошие Байерн динамики Вот эти вот Взял их растянул Там Поставил их на ночь В правильном положении И Теперь они не так сильно Давят на уши Чекни скайп Что там Умм Умм Когда будет уже Смр стрим Это к понте Обращайся С Смр стримом Чтобы осмрить Нужно девочкой быть Просто Потому что Вот эти вот все Звуки Они гораздо более Естественно Слушаются Неофиты Или не тупите Кстати Неофит Ты не думал Никнейм себе поменять У нас был вчера Участник Тут прям Почти один в один На писании Тебе только пару Букв нужно поменять И все Привет Апонти Будет с тобой Комментить Завтра Кажется Адер Аverage Damage По раунд Раунд Через О пишется Я понял Аverage Damage По раунд Ааа И 140 Типа Ничего себе Вот это вы крутые О Айнты Дочтор Привет Что Ах ты Извращенец Старый Ну ладно Хорошо Ждем Когда Проверят Ждем Когда Стартанут Ааа У нас Вообще Нет команды 9 и 10 И Тизерин Бедолага Который вроде как Очень хорошо Играл на Прошлой стадии В гордом одиночестве В команде Номер 3 Так тяжело Будет Ему 140 Адер Да Мы как Пид Считали Да Ворвался Доктор Добрый вечер 65 человек Уже Хорошо Но Что-то Задерживается Старт Матч Сколько можно О Поехали Ура 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 Так Мне нужно Две команды Как минимум Забиндить Первая Конечно же Это под номером 5 The Swarm Номер 5 Айронест И команда Swift 16 Но вы знаете Вчера На финале Когда Двадцатка Двадцатка Других Играла Других Оказывается Я его читал Как Неофит Вот Ответил Скайп Чек Окей Других 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 Есть Мужской СМР Там Мужик Пьет Пиво Лузгает Фисташки Кожаная Куртка Надевает Ботинки Понятно Такое Сомнительное Удовольствие Если честно Не знаю Кому это Может быть Интересно Нет Если ты не знаешь Кому это Может быть Интересно Ты просто Очень плохо Знаешь Людей Четко Под аудиторией Можно Вообще Любой Контент Может найти Свою аудиторию Абсолютно Любой По тем Или иным Причинам Лапс Говорит Мишки Внэкс Чоми Крупными Буквами Было почти 1200 Человек На Пабе 900 Не разделяют С тобой Паб Что же Делать Что же Делать Давай Такие А смотрят Его 12-летние Девочки Не Девочкам Это точно Не должно Быть интересно Скорее Такие же Хотя Блин Если Если Звуки Ладно Не надо Давайте Оставим Мужской СМР И все Вот Эту Лабуду Смотрим Куда летит Во-первых Iron Nest Озираются Хорошо Смотрят Летят Куда-то Куда-то На север Сторону Ясный Скорее Это Машинки И куда-то Там Дальше Крес Пикс К югу От Починок Самолет Как видите Весьма Весьма Неплохой И Мне любопытно Как Здесь Мы будем Сейчас Три кнопки Нажал Правильный X G И Backspace Чтобы Трассы Видеть Так Тут Без Тачки Что-то Машин Здесь Очень Мало Вижу Мотоцикл Дальше Там Connect Может быть Тоже Нехороший Пошла Гренка Да Вот Здесь Могут Не Разбежаться Люди Просто По Зельману Стреляют Но Он Спокойно Уходит В Рожке Две Команды Да Вы Что Зельман Похоже Один Из Первых Кандидатов На Гуф Ой Ой Приезжает Тимент К своему Смотрите Тут Тут Народу Очень Много Во-первых В Рожке Очень близко Друг к дружке В соседних Дамах Буквально И РЛКП И Роал Стрикс Муви И Валенджело Убивает Да это В починках Будет Как-то Активничать Ой Дримфойю Пытается Своего Тиммейта Спасти Тоже Наполучал Извините У меня Дверь Не подгрузилась Блин Надо открывать Чтоб Дружанин Заползал Хорошо И Валенджел Все-таки А там Рашид Там Рашид Там Рашид Мегакур Эшку Нокает Убивает Тут залезают В дома Начинают Смотреть Лест Не Не лестницу Один лечится Гренки Полетели Сейчас Рашить Будут Заходят На второй Этаж И Валенджело Нокают Второй Тоже Спалился Ой По-своему Нет Ой Ой Как зажал Хороший Ракурс Выбрал Минус Три Ну вот Дэд Фокс С тиммейтами Покидают Покидают Первую Карту По крайней Мере Круг Шатает Как и Вчера В общем-то Была Такая Такая Тема Что Круг Очень далеко Был От Сентра Карты И потом Продолжал Смещаться Были мы На Сосновке В прошлые Разы Были где-то В районе Северного Там Наверху Вот здесь Вот На Мирамаре Тоже были Весьма Оригинальные Круги На крайнем Ну И на севере Совсем И на юге И на юге Опа Опа Ай Ё-моё Вруливай Вруливай Так В В рожке У нас Скорее всего Тоже будут Проблемы То есть Будет Какая-то Встреча А И здесь Еще очень близко Друг к другу Да Два человека Четыре В одной Причем в одном Доме Находятся Молодцы Там По проезжающей Машине Простреляют Мотоциклы Тут Перестрелки В рожке Опять же Ну Очень пассивно Играют Тут Самая главная Проблема Команды Красных Вот Зейн Ролл Стрикс Роман Лилиум В том Что они Очень сильно Распределены Вот сейчас Одного Нокают Видят Что Идет Рашид Отвратительно Пострелял Блин Сейчас Дружане Тут Добьют Да Роман Пытается В туалете Спрятаться Жалко Его Рома Рома Вновишь На этой Худи Так Дэддом Там Еще кого-то А Это он Собственно И Добил Там Зейн Сзади Он может сыграть Выходит Его вообще Оттуда Никто не ожидает Увидимся Да И он Начинает Работать Хорошо Нокает Дэддом Остается Три в два Ройл Стрик С под Ударом И кажется Один Остался Нет Нет Подождите Подождите Два Два в два Два в два Не слежу Я как-то Невнимательно Извините Сейчас Соберусь Два в два Зейн Твиз Против Санбруно В чатике Отписывался И Ландебрауф Сейчас нет Такого Эффекта Неожиданно Вовкинс Неогена Где-то Убивает Это вот Здесь Твичовского Поезона Пытаются Убить Там ни черта Просто не видно Рашанули Пацаны Да Ну Типа Ситуация Была Нормальная То есть У них Численное Превосходство Плюс Там человек Не факт Что с медициной Не факт Что он Отлечится И Может быть Данные Потому что У него Узи Есть Были Но Опять Выцеливает Да На верочку Просто Слушайте Здесь Санбруно Остается Один Хороший Хэт Отвешивает Теперь Один в один Будет ли Зейн Добивать Дружаню Или нет Ой Плохая позиция У Санбруно Да И Зейн Его убивает К сожалению Фиолетовая команда Тоже на первой карте Отыграла Очень быстро Ну Желательно Конечно Избегать Ранних встреч По возможности То есть Даже если Командам 16-18 Все равно Есть места Где Где можно Спокойно Подлутать Там Северный Свободен Камешки Свободны Сосновка Новорепная Это все Точки Причем Крупные Точки Гадко В том числе Ну не такая Крупная Где В принципе Можно работать Броуни С Х8 С М24 Пытается За друзей За своих Отомстить Хотя Не надо Мстить Потому что Успели Поднять Их там Раша Смотрите Как Просто Вчетвером Да Взяли Исключительно Числом Поезда Добивают Неогена Тоже И Броуни Нужно Принимать Решение Вообще Ехать Туда Или Не ехать Так Десбат Вышел Попытался Там Поймать А может Он пешком Он не вышел Может Он К транспортному Средству Просто Бежит Бедолага Ищет Тут Люди Начинают Сдвигаться Постепенно В центральные Точки На карте Наиболее Расторопные Обзавелись Уже там Четырьмя Машинками Не рискуют Тут проблемы Джой Кряк Едет С Другом Ой Прям Прям Слева Высадился Очень Битая А там Пулемет У Анимака Я думаю Когда у него Патруна Закончится Мужик Да Тут же Тут же Скидывали Скидывали Дроп Все вот так Вот Проехали Не стоит Ездить На одном Транспортном Средстве Если есть Возможность Достать Машинку Надо доставать Лолита Куртизанка Соленова На джипе Бронированном Пытается Проехать На ту сторону Здесь Недалеко Было Два Человека Как раз Дронетранспортер Когда они Стреляют Попадают Кстати По багисту Развук Попали Ну вроде бы Больше проблем Не будет Располагаются На Куэре В кратере Люди Ну здесь Есть места Которые Можно занять Весьма странные Места Хи Хирузен Занял Ой Нукис Убивает А Нукис Это как раз Из тьмы Креспикса Да Результативный Товарищ Нокнул Убил Аэронест Вочфула Где-то Алая Еще Где-где Перестрелка А-а-а Извините Не увидел Тут проезжали Тих-тих-тих-тих Тут кажется Высадили Просто людей На На мосту Кто-то пытался проехать Дэсбат там еще сзади Бедолага На мотоцикле И он скорее всего Не успеет Скинуть скорость То есть его должны вообще принять Либо он очень четко Увидит Что там есть машина И что туда вообще Не стоит ссуваться Он может Он видит дым Сейчас должен думать уже Все, реакция Секунда на реакцию у него была Все нормально Шнига Где-то умирает Упал Причем Вот здесь вот Дэсбат Живой Красиво летит Я думал Сальтуху Крутаньон вообще Для нас Но нет Нет-нет Не стал И уезжает Так Тут очень близко люди Оп Извините Кизерин С Ой, как С вектором Плохо Пострелял Сейчас неплохо Да ладно Ну Нельзя его отпускать Был Поздно Ооо Да там Не успевал он Вылечиться Просто никак Это страшное оружие Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ложись Ооо Как же Как же рискованно было А тизерин же пока в соло Там у него тиммейтов нет Блин Пронумерую-ка я его На троечку Тут Сдвигаются люди Постепенно В Голд Би Очень плохой ситуации Нукис его вырубает Нукис вообще уже второго Тут на Куэре Убивает Ребята пытаются Сдвинуться В Круг Кто-то Проезжает Кто-то стреляет Девульф Еще Нокает Ооо Как хорошо они тут Позицию заняли Смотрите Ну Винтовки есть Высаживают там С СКС С М24 Стреляют Да И рядышки нокают Они мимо проезжают Компаун Тут уже очень много Места занято Блин Неплохо Там синяя команда Минус Десбата Убивает Он тоже Чуть не в Соленово Был Может быть Соленово Кстати Так Нукизо Нокают Он в голову От Мегакора Получил Вот с С горочки И уже Уже желания Меньше конечно Стреляться Хотя Видите там У них и прицел И винтовки есть Стреляться можно Так А в остальном Тизерин Живой Два килл Сам Играет От зоны У него есть Мотоцикл Он в будочку И все Нормально Сложно сказать Достаточно редкий Круг опять же Видите он ушел В Левый Нижний угол Карты И Черт его знает Куда пойдет дальше Мкаилович Достаточно Спокойно Уезжает Из Из-под обстрела Мкаилович Взбивает Мкаиловича Это нормально Ой Слушайте А их то и идут Рашить Лолит Куртизанка Здесь рядышком Увидели Что Здесь люди А может быть И не пойдут Рашить Что вдвоем Всего лишь Дымы Пошли Хотят увидеть Хотят увидеть Где кто Плюс глушители Есть Можно было бы Поработать Ой Вот Здесь Сложным Хирузен Остался Один Ноль киллов Юмпа Сидим в будке На На горе Розовые Ну Криспикс Леванта Свифт Интересно Сколько у них там киллов Три килла Не так много Еще пока Вон Увидел Молодец Вроде как Хорошо попал Но К сожалению Сам наполучал Перекрестный огонь Не знаю Что здесь за местность такая Что решили товарищи Остановиться А Они остановились У болота А потом решили выйти Странное решение Потому что Ну они тут В опасной зоне Находятся То есть Вокруг люди Эти конечно не будут Из-за зелени попадать Но У остальных Хорошие прострелы РНС Прикрывает СКС Икс 3 Видишь Там Мельтешил В доме Человек Высматривают 15 команд 40 живых Пока еще народу Очень-очень Много Стреляют Стреляют Перестреливаются Так Так Скорее Не знаю Зачем они выходили На этот холм Судя по всему Со временем Им придется сдвигаться Потому что Здесь слишком много народу Так Тизерин Сидит Клировская Мка И Вектор Видимо все еще Да Нет Обычная Мка То есть Он на рейндж взял Уже Мочку С Х6 Хотя Вектор его спасал Так Девульфа Нокают Опять же Это прилетело Я не знаю Откуда Тут может быть С завода Там С ангара Может быть С Холмик Нокис Работает С другой стороны Уже Видите Ой как хорошо Приятно смотреть Когда человек Вот стреляет Весьма точно Еще головой Успевает Маяча Чтобы его Так просто Не сняли Какой-нибудь Какой-нибудь Корист С Иксом Потому что Самые халявные Конечно цели Это стоящий И в зум Стреляющий Человек Нечего Ну Ничего не сделать То есть Если он головой Не машет Так Здесь Майма Он сигналит Еще Огрызается Постреляли По нему Ну Мы видим Что круг Сдвинулся Немножко Севернее Понятное дело Что нужно Передислоцироваться Выбирать Позиции Розовые Сдвинулись Кстати Просто Может быть Кстати Доехали Скорее всего Доезжали Потому что Не стоит Пока руини Транспортные средства Еще не та ситуация Чтобы бросать Вообще Если есть возможность Транспортные средства Лучше до конца Сохранять Единственное Ну Конечно же Не все так делают Потому что Иногда проще Особенно если Недалеко Добежать Не хочется Например Шуметь Или до машины Нужно возвращаться Но машина Очень часто Спасала Людям Жизнь Особенно Когда Круг Закрывался На какой-нибудь Ну Где-нибудь В поле Хорошо Кстати Работают Уже Руинят Машинки Довольно Так Лонг Лонг Нейм Руинят Аронест Криспикс Живые Тезерин Тезерин Вроде Живой У него Кстати Вообще Никакой Конкуренции Здесь нет Единственное Что Браун Не рядом Но Вообще Не страшно Так Почти Все в зоне Вот здесь Может быть Контакт Потому что Лонг Нейм Явно Что-то Знает Ну По крайней мере Он должен был Либо Да Он слышит Просто Слышит Как работает Снайп Поэтому Пробует Просто По-тихому По-тихому Подползти Криспикс Очень хорошо Смотрите Зад кроет Ой Грамотно Грамотно Нам Кстати Не показывают К сожалению Потому что Текстуры Не подгрузились Но Он там Ранил Ивл Энджела Хорошо И самое главное Он дал инфу Своим То есть Тут трое Работают По зеленым И через Ну короче В другом направлении Вообще Наблюдает Криспикс Очень четко Дал инфу И мало того Что еще Ну пострелял Точно Хорошо Тизерин Живой Опять же Все живые Тут круг прошел А те же самые 40 человек Почти что осталось Остались Лонгнейм Хорошую позицию Занимает На самом деле Он правда Думает Что человек В этом доме Хотя По звукам Понятно Что Да Он не понимает Что не в этом О Здесь вынужден Нет Пока еще не вынужден Ну хорошо Сейчас Закрывают Ой Какой круг Такая Жара Сейчас будет Спускается О Поймает Не поймает Интересно Смотрим Выходит И на машину Да ладно Ну Лонгнейм Ку-ку Не услышал Топот Что Ну Здесь нельзя паркурить Ты чего Блин Он все Профукал Он профукал Выход Не услышал Он Выстрел Не услышал Ты что Видимо Решил Нежданечка Сыграть Да Ну Креспикс Пытается Проехать У него Серьезные Проблемы Здоровья Практически Нет Они заезжают Кое-как В круг Сразу Алая ГГ Он дает Направление Грамотно И оказывается В окружении Леванта Свифт Нокнут Нуки Пытается Откидаться Гренками Гренка Неплохая Кстати О Как Вот это Лонгнейм Все-таки Убивает Вокминстера Все-таки Убивает Там В спину Через дорогу Тут бежал Отлично Как Нуки Хорошо стреляет Так Так Добил Эвенел Ленджела Гренкой Ну и все Они должны Их Закрывать По идее Должны Закрывать Здесь Пытаются Пижамный Дядя Заехать Но его Встречают Пулемет Слышим Все Очень Плохо Джамбо Пытается Проехать Мимо Но у него Нездоровье Вообще Пижамный Дядя Остается Судя по всему Один Да Так Тизерин Живой Он слышит Что к нему Там Приезжают С севера Люди Пытается Подмониторить Бруни Тоже С тыла Выходит Опасный Момент Хинзен Как выяснилось Бесшумный Убийца С ВСС Вообще Приходит С тыла Посмотрю Как Нуки Еще раз Стреляет Пытается Взять Фланг Пытается Увидеть За кавером Человека Видит Ногу Видит Ногу Очень хорошо Стреляет Попадал По ноге Пятку Видит Пятку Видит 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 Ну видит Да Мокнут Убежал 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 Прям Падает Дроп Вы посмотрите Подарок Судьбы Но все равно Кидает Дым Вульф По нему Стреляют Он За Аптечку Как Грамотно Прикрывает Он Сталка Новый круг Нормальный круг Нейтральный круг Зеринг Еле Живой Но Хочется Поболеть За него Потому что Он Соленово Живет В топ 10 Уже Зашел В топ 8 Убивает Старается А Вот он Как Пробует Выйти Может быть Стоит Правильно Не Уверен Он Понимает Что Его там Встречают А его Все равно Увидели Да Д Рейр Сверху Его главное Заметит А дальше Проблемы Нет Убить Собственно С этими Тоже Будет Будет Когда Будут Выбегать Наверх Слушайте Закрыли Еще Ну Команду Топ 1 Которая Вы поняли Второй Правда Топ В полном Составе Живой Ренест Мкайлович Дрэнтранспортер И Алая ГГ Да Здесь Зейну Очень сложно Будет выйти Их Простреливает Их Мониторит Там Обзор Шикарнейший Просто Отсюда Вот Куда Ты Побежишь Здесь Оббегать Совсем Через Деревья Следующая Тима Тут Бежать Нереально Но Нужно Что-то Делать Потому Что Полминуты И Кружание Пойдет Гриффинсан В Кибитке Монтит Постоянно Для того Чтобы не прилетело Что-то там С горы Правильно Делать Его Тиммейт Куртизаночка Вообще В другом Месте Ох Блин Да как же Стреляют Хорошо Мкайлович Наказал За Попытку Там малая Конечно Она получала Еле-еле живая Но Но Да Херузен Из-за Ниме Я его Не осуждаю Так Спускаются С горы Ситуация Тяжелая А Скоро Угла Не будет Что ты делаешь Ты Серьезно Ты Что Ты Серьезно Псих Ненормальный Так Ну там Клип Есть Ну то есть Там Вплотную Сложно Кидать Вот да Если ты На верочку Гренки Раш Пошел Закрыл Закрыл Там помогли Конечно Ватафаку Убил Айронест Но Попытка Занять Будочку Она Не Увенчалась Успехом Попытка Проехать До Зоны Тоже Маловероятно Лег Живой Пока Без Каски Живой Пытаемся Улечиться Тут Пара Одиночек И два Полных Состава Михайлович Фавориты Ну да Пронумерованные Собственно Вот Команда Номер Пять В полном Составе Пять Киллов Уверенные Идут Тут Вторая Кстати Команда Самый Токсик Эракес И Анимак И Велес Тоже В полном Составе Вполне Могут Ну В данный Момент Они тоже Фавориты По сути Нужно Справиться С одиночками Это не так Сложно Ну то есть Небольшая Проблема И скорее всего Придется Покинуть Этот Компаунд Попытаться Перебежать Через Дорогу Заранее И Чтобы Отрезать Круг И Да Все равно Придется Придется Бояться Что Кто-то Кто-то Прошел Именно По Они Знают Что По Правую Руку Ох В лицо Прилетело Опять же Неприятно С мини Тоже Получать Особенно Если Каски Нет Если Каски Нет Это Шот Должен Быть Ну то есть Должны Убивать Спокойно Ой Три машины Такой Автопарк Стоит Подъезжает Закрывать Понимает Кстати Что будет Выдвигаться Пытается Мкайлович Не Подпустить О Дронтранспортера Велес Нокает Он Прикрывает Неплохо Ну Х8 Кар Зумит Отзумливает Чтоб Больше Видеть Слушайте Тоже По движению Весьма Товарищи Толковые Бусты Пошли И Кружане Пошел Не 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 Задом Ну Хотя Нет Нормально Успел Уехать И Круг Достаточно Медленно Шел Ну что Болеть Можно Конечно За этого Гренадера Который В будке Сидит Дымы Кидает Готовится Выбегать Он Готовится Видимо Дым Под Перестрелку То есть Его Задача Прийти К Кругу В тот Момент Когда Ну До Дерева По Крайней Мере Дойти В тот Момент Когда Начнется Замес То есть Вот Когда Он Услышит Массовые Вот Эти Вот Хотя Его Закрывают Уже Ё-моё Да Его Закрывают Ему Очень Плохо Причем Знают О нем О нем Знают Да Шансов У него Вообще Никаких Прекрасно Зажали Остаемся Фулл Скват На Фулл Скват РНС Очень Далеко От Основной Группы Летят Гранаты Видим По трассам Пошли Закидоны Как можно Дальше Пытаются Прострелить В первую очередь Прокидываются Каверы То бишь Да И кстати Они не в круге Блин Нифига себе Как саранча Бегут Минус Один Минус Саракес Увидели Второго Меняют Угол В виде Двоих Нок Еще Одного Прострел По машине Нок Тиммейта Нокнули Увидел 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 Ой Остается Остается Аронест Один Зажимает В одного Нет Не смог Блин А на секунду Казалось Что все Хорошо Контролится Кому Как ни Человек С ником Хакаги Знать Про Хирузена Да Видимо Анимешники Они Такие Да Ну и В результате Победили На первой Карте Не топ Один Топ Один Квалификаций Хотя Стоит Сказать Что Дронетранспортер АЛАЯ Аронест И МКЛович Хотя Они В общем-то И находились Более-менее Там До конца В круге Но Немножко Ну Немножко Повезло В этом Плане Ну Они Стабильно Отыграли То есть Убивали Немного Надо Обязательно Анимака Про Это самое Пробиндить Потому что У него 7 киллов И Отыграл Он Очень Хорошо Первая Карта Завершилась Пока Еще Все Впереди Ну То есть Еще 5 карт Что там Будет Как там Будут Играть Начало С одной Страны Положено Но У любой Команды У любой Команды Есть шанс На данный момент На топ 3 Легко Ну 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 То есть Нелегко Но Реально Вполне Реально Результаты Обновляются На странице Событием Гуд Ты Нормального 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 Нет Играл На максимум Буд Играл Будку Он не сдал Такие На уверенности Пошли Пушки Отвалились Ну У них Ситуация Была Хорошая На самом Деле Хорошая То есть У них Был Такой Полукруг Градус На 120 А люди Все были Там Внутри И В такой Ситуации Обороняться Очень сложно Потому Что Ну Все очень Просто Потому Что Те Кто Окружает Им Нужно Мониторить Только Одну Зону То Что Перед Вами А Те Кто Обороняются Им Нужно Смотреть Вот Вот Так На На Одном У Тебе Не Помещаются Та Сторона Откуда Все валят То есть Ты Стреляешь По одному К тебе Подходит Слева Другой А учитывая То Что Здесь Убивают В доли Секунды То есть Выбегают Например Два Человека Друг на Друга На Зажим На Какой Ни Там Первые 5-6 Пуль И Кто-то Умирает То есть Там Реально Доли Секунды Решает То Вот Эта Потеря По Времени Что По Тебе Начинают Стрелять А Ты Еще Не Знаешь Где Враг Очень Маловероятно Что В такой Ситуации Когда На Тебя Двое Синхронно Выходит Начинают Стрелять Ты Выживешь В принципе Потому Что Тебе Нужно Вроде Как Разобраться С тем Кого Ты Видишь При Этому Тебе Прилетает Слева От Человека Который Не Позволит Тебе Долго Долго Жить То есть Он Зажимает Он Контролит Спрей Он Тебе Убивает Конечно Бывают Такие Моменты Особенно На Пабликах Что Кто Тебе Стреляет И Поворачиваешься Убиваешь Человека Особенно Там У Каких То Профессионалов То есть Их Не Так То Просто Даже Спину Бывает Среднему Игроку Убить Ну В смысле Не Совсем Спину А Когда Его Не Видят Вот Но Учитывая Синхронно Выходили Вот И Мне показалось Что Там Пулеметчик Зажег Хорошо Очень Быстро Ног Пулемет Имба Мед Четыре Изи Классно Зать Первое Место С Ноль Киллсов Ну Здесь Вряд ли Такой Получится То есть В паблике Можно Опять же Каким Макаром Благодаря Зоне Вот Но По крайней мере Это должен Последний Килл Сделать Ну Либо Зон Должна Убивать А Здесь Люди Не Будут От Зоны Умирать Ну Если Один В Один Остается Зубнор Зубной Врач Зубной Врач Я Неправильно Прочитал Что Важнее Для Победы Занять Первое Место Даже Если Фрагов Мало Если Набрать Фраг Дофига Два Скажем Второй Круг Смотря Какой Какие Правила Сколько Дают Очков Вот Если Ты Там Разница Между Первым Вторым Местом Допустим Предположительно Да Где-то 150 Очков Допустим Кстати Надо Не допускать А надо Посмотреть Реально Сколько Сколько По текущим Правилам За Первое Место Не Вижу Напишут Чатики Вот Ну Типа Разница В Восемь Фрагов Допустим Между Первым Вторым Если Ты Занимаешься Первое С Одним Фрагом А Товарищи На втором Настреляли Десять То Скорее Всего Они Вас Обогнали Андердарк Я не уверен Потому что Трансляция Судя по всему У меня сегодня Будет идти Порядка Двенадцати Часов И Кском Конечно Хорошо Поиграли Но Я думаю Что после Паб Дж Я уже Буду Никакой А ты что Пропустил Андердарк И с чем Дневной Ты бы Видел Этот поезд Ё-моё Это было Очень Круто Очень Очень Да ладно Игроки Заходят Переживаю Я О К Тизерину Наконец-то К Тизерину Смотрите Пришли Друзья Причем Разом Все втроем И Айфай И Бластон И ВС Маз Он такой Ребята Блин Я там Я там Еле-еле Там Зашел Вас не хватало Вот Они где-то Видимо Вместе пропадали К Тизерину Подкреп пришла Да-да-да Это прям Такое Подспорье Классное Ну он Нормально сыграл То есть Не нормально А он сыграл Хорошо Дожил Где-то До топ-8 До топ-7 Приблизительно И Сделал Все что мог Там Сражался 1-2 На Гарри Поттеровской вышке Вектор его выручал Все это было Команда 9 и 10 Кстати любопытно Что это за товарищи Отвалившиеся Команда 9 CS Hope Надежда СНГ Последний Самурай Хиги Кристалити И Максич И команда ГГББ У них Даже такое название Было Типа ББ Торо 3 Торо 3 Кашарт Триумф И Ежи А Это видимо Ежи Бле Такой вот Такой вот Юмор По результатам Первой катки Не есть по крайней мере Эти Это табличка Первое место Toxic Players Анимак И Рокес Самый Токсик И Велес На втором месте The Swarm Спасибо кстати Хавку Что в табличке Выделил еще Те команды Которые В топе были То Бронзу Ай Серебро Я понял The Swarm На втором месте Те которые Победили на квалификации Свифт На шестом На седьмом Ayan Gaming Серебряные там Призеры Unique Sports Вообще на одиннадцатом Тоже серебряные Другой квалификации И бронза Восьмое И десятое Соответственно Короче Очень хорошо Стартанули Toxic Players Отлично отыграли Для своего Прошлого рейтинга Flame Force Хайку И команда Оппозиция Они собственно Заняли все Ну Попали в топ 5 Да А За место Разница на самом деле Между первым и вторым Четыреста Семьдесят очков Всего лишь Семьдесят очков Шесть фрагов Настрелял Уже все Уже обогнал Да Ну то есть Ты можешь Доползать До топа Но вот Если говорить Именно о топ 3 Ты не можешь В такой ситуации Не убивая По результатам Шести карт Зайти Ну то есть Можешь Но это крайне Маловероятно Если ты не будешь Перестреливать Ключевых Врагов То До топ 3 Ты не дойдешь Спасибо Хавок Да Я посмотрел уже Ну что Давайте Наверное Наверное Сейчас Понумеруем Людей Потянуки Эз На самом деле Лучше Конечно Нумеровать По По занятому Месту То есть Например Мы берем Команду Которая Заняла Первое Место Самый Токсик Велес Самый Токсик Велес Блин Давайте Ладно Тех Тех Кого Вижу По крайней Мере Это Раз Блин Шэм Ясненький Я пришел Как раз Под поезд Просто Море Эмоций Особенно Танчик В конце Как Терминатор Собирает С Новым Броник Будешь весь Матнявый Секса то это будет шарахаться, а тут PUBG. Да, 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 так и есть. Так и есть. Так и было, по крайней мере. Ладно, нуки, аэронест пока что. The Swarm, соответственно, аэронест. Надо хотя бы еще кого-то пробиндить, третьего, так, чтобы... Ну, давай Toxic Players. T, Toxic Players. На 17 месте. Все готово. По газете Зерин вообще не начнел. Да, 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 Торф. В этом и смысл был. То есть он в третьей команде, у него, друзья, совсем не было. И он там спасался как мог. А что в 13-й нитиме только один? Ну, бывает такое. То есть друзья не пришли, подвели, опоздали. Сергей в квадрате. Только первая карта прошла. Разлетаемся. Разлетаемся, смотрим. Нуки все еще в самолете. Аэронест летят они в сторону Сан-Мартина, судя по всему. Так, это в сторону базы полетели. Ну, Теребронко или Захар. А нельзя следующий Дискорд завести для участников. Видно, что один человек в команде есть. Дискорд, можно уточнить, пришли. А есть Дискорд. Дискорд-сервер, насколько я понимаю, указан в... Я не знаю, используется он, общается ли там или нет. Отвалились, надо подождать. Воевода, ну, смысл ждать, на самом деле, людей. Ну, потому что тут участников много. Если бы это была какая-нибудь дуэльная дисциплина, то можно было договориться с одним участником, типа, там, ждем 5, 10, 15 минут. А тут получается, что не просто семеро одного не ждут. Джой Кряк. Ох. Там уже приземлились люди. И в Сан-Мартине МКЛовича убивают. Нормальное начало. Лонгнейм, Плюшкин, Джой Кряк. Они вот умирали по одному в прошлый раз. Но... Видимо, неудачно приземлился. И все. Опять круг что-то колбасит вообще по полной программе. Посмотрите, куда он уходит. Крайний правый угол. Причем он не оставляет тут нормальных мест. То есть просто то, что в воде мы пропускаем. Ой, будет классно, если бы на острове был бы круг. Блин! Это был бы такой шикарный отдых. Ё-моё. Так, ладно. Здесь перестрелка у нас. Был Захар. Как раз Эшка нокает Шнигу. Шнига. Шнига. Это вообще не здесь. Это вообще в Пикадо. Вы с ума сошли? Какое... В Пикадо падают вдвоем. Ну, в смысле, две команды падают. Кожура нет. А в ближайшее время точно. Пошла очень странная граната. Ой. Крайне странная граната. Там до Хэвика вообще никаким образом не долетает. Дрань-транспортер убирает лонгнейм Ку-Ку в Сан-Мартине. Минус три команды, скорее всего, будет в рамках текущего круга, потому что, ну, не разойдутся они уже здесь никаким образом. Не понял. А, он стоит прямо под этим. Под ареной. Пытается увидеть. Он топает. Не сильно, но топает. Каким-то образом умудрился увидеть. Видимо, на первом этаже пробегал по лестнице и... Муви убивает с другой стороны и вообще... Так, а ты где? Ага, понятно. Понятно. У нас тактика оказалась здесь. Смотрите. Все. Ешку добивает. Да ну как так-то? Ой, е-мое. Опасный человек с вектором. Блин, вот реально опасный. У него нет экстендода с одной стороны, но... Он может убить. На одного человека должно хватить. Он просто сел. Понимаете, сел. Кажется, знают они, где он. Может и нет? Заходит. Да, кажется, знает. Никого. Нет! Нашли! Блин, а так хорошо сидел. Так, Хэвик уезжает. Его тиммейта всех убили. Блин. Но зато, если бы он испугался сильно, то никуда ходить не надо. Все удобно очень. С целью Захара пытаются выехать. Не хотят выпускать. Можно на транспортировке ушатать. Ну! Что это за ожидание? Такое было долгое. Останавливается. Готовится принимать. СКС. Х8. Выцеливают. А там прям раш идет. Блин, рашить 21 патрон в Калаше. Кайф. Все, поехали. Ну, конечно. О, один здесь может встретить, кстати. Неплохо. Не, они объезжают. Не по дороге едут. Очень грамотно. Ну, хотя бы одного высадить. По три зажимает. Брустом. Там Белес очень-очень слабенький. Очень-очень битый. Да, с мышки, конечно, неудобно работать. Очень неудобно работать. Ладно, разъехались. Тут кое-как, кое-как разъехались. Так вот. Проблема такого круга заключается в том, что почти половина его в воде. Это стало, ну, стало быть, местности, там, где можно... Опа. Опасный момент. Леванта свифт на... Как же лагаешь-то. Пытается на мотоцикле проехать. Кое-как. Кое-как тут выруливает, мансит. Близко падают пульки, но он из очень сложной ситуации выехал. То есть там он реально был очень близко к врагам. В общем, мест здесь очень мало. Для 18 команд на таком в первом круге разместиться крайне сложно. Есть ближе, ну, этот Посидун. Посидун. Так. Ну, надо сдвигаться постепенно. Ехать далеко. Учитывая то, как летел самолет. Кажется, так. Нет, скорее вот так вот как-то. Большое количество народ находится за пределами круга. Возможно, в районе Монтенуэва будет какая-то движуха. Ну, кажется, три команды оттуда тоже вышли. Как узнали-то? Как они поняли? Ну, он сидел там меньше трех минут в любом случае. Может быть, слышали. Может быть, проверили все, кроме этого. Ну, то есть они знали, что он точно еще внутри строения. Как бы это... Это ясно. Хэвик один, смотрите. Уже битый. Пытается доехать. Ай! На мотоцикле. С коляской, судя по тому, как ее колбасит. Доезжает кое-как до дома. Замочили в сортире. О, Тизерин с друзьями подъезжает. Ну, в город они заезжать не будут. Вот этот домик заберут. Такое место. О, и груз еще, кстати. Свеженькие, еще не лутаны. Совсем недалеко. А, ну как недалеко? Приличное расстояние. Аук. Окей. Первым командам, которые приехали внутрь круга, конечно, проще всего, потому что они не встречают почти никакого сопротивления. Ай, ищут. Он видел груз и ищет лодочку. Нашел лодочку, поехал. Опа! Кажется, нас спалили. Нет, дистанция нормальная, можно доехать. Ну, то есть можно рандомить. Дым, серьезно? В воду. Работает. Физика. Хотя я не знаю, насколько хорошо работает дым в... Ой. Да, в воде не работает вообще. Пытается прорваться. Неоген Зелимхана в голову. Ой, машина-то простреливается. Только дистанция помогает ему здесь уехать живым. Только дистанция. И то периодически по машине попадает. Посмотрите. Сняли почти... Ну, 40% здоровья сняли. Ешка. Тут заруба, кстати, тоже есть. Серьезная. Джо и Кряк. Плюшкин один остался. Ему крайне там сложно. Да, Татарин добивает. Точнее, Эшка добивает. Видимо, пересеклись, решили. Может быть... Я не знаю, почему решили останавливаться и зарубаться. Может быть, в машине был, типа, только один, а потом подъехал подкреп, а ты так быстро не можешь взять и поехать снова. Хэвика все-таки нашли. Голд Би Хэвика убил. А как Хэвик здесь оказался? Он же вроде был вот здесь вот. В домах уехал, как раз лечился. И с круга подъезжают люди. Кто-то, кстати, пешком вообще. Дима машина... Что, забирать? Куда он едет? Очень странно. Дима поступает. Он не за тиммейтом пошел. Что он делает? Лечится. Он еще подлечился? Не, он еще может уехать. Но, скорее всего, ему сейчас запорят баги. И отсюда он уже никуда не уйдет. Как? Почему? Почему он решил вернуться? Непонятно. Нападим, и ну души уже выдвигаются. Подбегаются. Решил зачем-то перевязываться. Хотя у него три аптеки есть. Не в той ситуации экономит Дима, к сожалению. Сейчас ему нужно было подлечиться и валить просто. Подлечиться и валить. Если он, конечно, не готов разматывать троих. А он не готов. Криспикс мега-кора, скорее всего, взорвет. Чудом выжил. Чудом. Криспикс вроде даже рашить идет. Тиммейта убили. Ой, Гренко. Попал. Попал. Гранатой попал. Очень больно. Еще одна Гренко. Хорошая вроде Гренко. Нет. Слишком далеко. Не видит полежина. Пытается высмотреть. Перезаряжаемся. Кажется, увидел. Блин, да ладно. А мега-кор вообще без... А почему аптечка не юзает? Типа не хочет двигаться совсем? Блин, не видит в упор. Там самый токсик. И все остальные стреляются. Блин, неужели мега-кора так и не найдут? Тут в Соленово остался Вок Минсэрф. Минсэф. Минсэш. Не знаю, как правильно прочитать. Пара аптек. Эмочка. Увидел, увидел, увидел. Но очень плохо пострелял. Хорошо пострелял. Там и Рокес рядышком. Там дофига народу. Серьезно, будет сейчас перестреливаться с двумя? Можно было попасть. Молотова пошел, чтобы... Да, и Велес лево обходит. Неплохо, кстати, смотрится. Тоже по движениям. Да, одного слышит. Дронетранспортер. Вот они зарубились там. Топ-1, топ-2. Пытается Туржаню спасти. Блин, сейчас слева придет уже. Грянка. О, хорошо влетела. Да. И... Ну, пропустила. Это стандартная тема, когда... Когда остаешься один в меньшинстве, и грамотно работают люди. Они стараются не стоять на одном... На одном месте. Чтобы как раз использовать ограниченные... Ух! Вижен ограниченный ваш. Все, здесь больше никого из синих не осталось. Да, закрывает. Неоген в асфоясе укатывается. Тут груз прикрывает. Маза с... Но расстояние... Хотя можно Нокнутого попробовать добить-то. Ё-моё. Там он очень... Очень долго стреляли. При том, что цель-то практически не двигается. То есть он ползет. Медленно-медленно ползет. По Нокнутому попадать... Значительно проще. 14 команд. Нуки живой. РНС, Цимкайлович на старте они потеряли в городе. И на третьем месте, вот, собственно, Эракес, Велес. Анимак самый токсик. Это топ прошлой игры, прошлой карты. Ситуация здесь у них не очень хорошая. Неогин, бедолага, едет. У него проблемы с бензином. И небольшие проблемы намечаются со здоровьем. Но судя по тому, как он стремительно увеличивает дистанцию, он от команды, которая за ним, спокойно уходит. Вы видите, что самые главные проблемы возникают в северной части круга. Там, во-первых, нужно преодолевать где-то полтора-два километра. О, едут на Ивел Энджела. Давайте посмотрим. Нуки едет первым. У него бусик. Он едет прямо мимо Ивел Энджела. Заметьте, его крайне сложно. Да вряд ли Ивел Энджел, когда услышит целый кортеж машин, будет как-то себя проявлять. Останавливаются, озираются. Так, там Татарин лолит куртизанку, нокаут убивает. И Ивел Энджел оказывается в тылу. То есть у него есть... У него есть медицина, у него есть тиммейт, у него есть калаш. Он ползет к своей цели. Ну, поползет. Рано или поздно. А, слушайте, здесь в траве. А, вот где. Смотрите, тактика опять. Шикарнейшая. Куст замечательный. Хрен увидишь. Ооо, выходит. А, Романа убивает. Прилетело в голову Ульфу. От Зейна вот сверху он... Ну, слышно, слышно, слышно. Пытается просто отвадить, пока тиммейта по... Ну, надо поднимать. Анимак проезжает. Еле-еле. У него здоровья почти нет. Он едет в место более-менее безопасное. Надеюсь, что он просто не... Не врежется никуда. Не сильно. Новый груз простреливается. А, подождите, здесь же... Здесь же рашит человека, Watchful. Он слышит много сразу шагов. Начинает прокидывать. Бедолага. Еще Гренг. Сразу двоих нокает. И Гренга прилетела! Френдли! Да, добили Watchful. Ну, он молодец. Он зажал, он двоих зажал. А-а-а-а! А-а-а! Подождите, это... Не-не-нет. Там тиммейт его где-то вообще далеко. Видимо, вот на юге. Вот он. Да-да-да-да-да-да. Так, а что здесь? Под перекрестным огнем... Огнем, FF. Твист... Нет шансов на спасение никакого. Кстати, с тыла ушел кто... Ну, умер каким-то образом. Человек, помните, сидел с калашом. Партизанил. Или вот Evil Angel и Megacore. Да, возможно, они соединились, кстати, вот вдвоем. Правда, их сейчас все равно закрывать будут. Но они не шумят, в отличие от тех людей, которые стоят и перестреливаются. Это шанс. Шанс выйти правильно к ним. Вот, вышли. И... Правда, в их стороны уже смотрят. Уже смотрят. Уже прям целенаправленно выцеливают. Хотя нет, побежал. Пострелял? Ну ладно, нормально пострелял. О, еще сзади с горы начинает работать. Дает инфу, но крутые. Убили. Там один лежит. Господи, тут... Легли. Легли все. А вот где Гренки, когда они так нужны? Хотя он не видел от третьего лица. Гренка у него есть, но он точно не знает, где находятся люди. Пошла одна граната, криво. Ну, сейчас по трассе-то мог увидеть. Ну, то есть, не по трассе, а как Гренка летела. Что там лежат прям в поле. Давай, соберись. Риал, КПЕ. Он прям должен был видеть, по какой траектории. Уже третья граната летит. Бери Гренку, кидай. Ты чего? Нокнули одного мегакора. Ну, хотя бы в дым кинуть Гренку. В дым Гренку. Всю работу делает вот тиммейт. Правда, мажет гранатой, к сожалению. Вот хорошая Гренка вроде. Давай. О! О! Хорош. Ландер Брауф. Запомнить надо. Очень, очень, очень толково. А то его тиммейт реально лежит, ничего не делает. Там прилетает одна граната, вторая граната, третья граната, четвертая граната. Тиммейт уже закидывает всем, чем есть там в них. Ноки уже. А он лежит просто. Просто лежит. Так, дронетранспортер мимо двух команд. И просто едет в сторону... Нет, он будку собирается несчастную занимать. Пытается зажать, но... Петуч его отстреливает. Е-туч. Добивают без каких-либо шансов. Ой, здесь тоже перестрелки. Перекрестный огонь опять. С разных сторон. Очень мало шансов на спасение. Потому что непонятно с какой стороны. В принципе здесь можно... Что это за граната была? Чья это хаешка была? Да, и убивает. В голову. Минус тима. Дымы раскидал. Так, а что у нас по... Ну, здесь полный состав команда. Здесь также... А, дронетранспортера как раз убили. Но Тайронест с Аллаи еще живы. Полная тима. У топ-1 прошлой катки. 7 убийств. 7. И они заходят в круг нормально. То есть они у нас на юге. Да, розовенькие. Угу, понял. Он не умер с мегакором. Да, сейчас я... Дойдет до меня этот... До вас дойдет сигнал. До меня там мысленно это дойдет. Ирокез стреляет. Очень, кстати, агрессивно он здесь работает. Потому что у него прям под боком два поля жена. Помните их? Ну вот, смотрите. Вот ирокез. А вот два поля жена. Они причем его... Но они знают о нем. Они даже видят его. Но они не палятся. Пробегает мимо. Прыгает. Не замечает. Потому что в такой ситуации даже... Слушайте, а здесь... Ай, не успела переключиться. Минус тима была. Вовкис. Етуч. Вот все вот товарищи слева поумирали. 9 команд. 25 живых. Много одиночек. Раз, два, три. Как минимум. Человеков соляного. Неоген пытается выйти. Но вроде как его мониторят. Вроде как мониторят. Но он в зоне. Уже. Он видит прыгающих впереди людей. И круг очень плохой. Ну в том плане, что там... Кстати, вчера у нас здесь же закрывался круг. Вот это место. Помните? Вот один в один. Центр текущего круга. Совпадение? Не думаю. Алла и ГГ пытаются убежать. Двое стреляют. Ну, можно здесь спрятаться. Много неровностей. На стрельбу Нуки со всеми остальными пытаются выйти. Но о них уже знают. И по ним уже стреляют. Да, все-таки неогена добили, посмотрите. Вот, приняли. Ну, они пересвесили. Должны были в круг двигаться. Надо эту точку занимать. Тем более, что они нокнули кого-то, да? ОМДшечку. Там же еще три человека. Ну, два активных. Один поднимает. Второй покалечится. То есть, нок одного, это ты фактически половину команды вырубаешь. Ну, если он занят поднять им. Ползуны должны что-то делать. Ну, знаете, что делают ползуны? Правильно. Они ползут. Вот. Медленно, виверно. Все, все как надо. Так, Маза нокает Велеса вот здесь. Ирокес пытается друга спасти. Вроде здесь они в безопасности. Круг идет. Есть, конечно, грязный Федор. Гриффин Стан, которого не ожидают сзади увидеть. Не, по нему уже работает мувием сверху. Я хочу посмотреть за Нукисом. То есть... Ну, раз. Минус один. Блин. Грамотно уходит с линии огня. Остальные подрашивают. Криспикс уже оооочень близко. Чистое превосходство. То есть, два в четыре. Увидел. Увидел, 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 увидел. Плохо пострелял. Гоулд Би пытается как-то, но он слышит шагов моря со всех сторон. Ой, Ракеза. Слушайте, а тут закрыли целую тьму. И что в результате? Здесь два Нока, но они в результате все выживут. Скорее всего. Скорее всего выживут. Подняли друзей и пошли дальше. Очень плохая ситуация у Бластона. Им нужно и в круг сдвигаться, и... Грязный Федор рядышком был, который как раз с Бластона и нокнул. Плюс еще сверху Эшка, Татарин и остальные. Мониторит, закрывают. Пошла Гринка в дым. Не нужный абсолютно, потому что дыму никого. Тут пока скорее позиционка. Файер рискует. Он оторвался от коллектива. Во-первых, у него тут два человека в тылу. Ой, Алая еще живая. Блин, Алая живая. Давайте Эшку посмотрим. Эшка должна в круг сдвигаться. Причем еще, скорее всего, разворачивается и мониторится. А, обнаружили ползунов, ребят. Обнаружили ползунов. Ползуна одного убили. Ну, там был нок. Соответственно, поступила инфа, что может быть еще один человек. Начинает высматривать. В этот момент Топ прошлой катки. Ой, не топ прошлой катки. Или топ прошлой катки. Блин. Вот я нубас. В общем, очень быстро преодолели в важное расстояние. Вот перебежали через дорогу. Потому что потом это делать было бы значительно сложнее. Стреляют по фаю. Я Твизи. Не в Твизи, а Твизи. Твизи. Блин, а почему в твоем никнейме Твизи есть? Два С, три З, три А. Сложно сказать. Пытается вылечиться за за зоной полежун. Фа его мониторит. Дымы, дымы, дымы своим. Расстреливают пижамного дядю. Ну, какое-то время там, конечно, подлечится, но это уже все. Это уже конец. Да. За зону умирает дядя. Остается четыре команды. Алая ползет. Ну, это, кстати, очень хорошо. Как раз вот Алая до топа доводит свою команду. Уже до топ-4 как минимум. Дальше, конечно, будет сложнее, потому что 4-4-3. То есть еще народу дюжина просто. А Вольф прицеливает. Простреливает. Он простреливает, потому что видит, что знает, что противник за будкой. Видит, что справа никого нет. И стреляет просто сквозь листву полево. То есть пофиг. Он же должен оттуда высунуться рано или поздно. Правильно? Криспикс с Нокайт Фаи добивает сразу же. Крайне сложно. Это АВМ у нас? Да, это АВМ. Но без каски. АВМ с слышит. Слышит стрельбу и с по левую руку, и по правую руку. Может, даже слышала топот справа. АВМ Тоже Нок. Пошли дымы. АЛАЯ выползает. Вы посмотрите, что творит. Выползает, причем медленно выползает. медленно это не успеем. Тут прям прям чекает справа, смотрите. Ё-моё. Ни черта не видно. Криспикс уже успела раздеться. Видит, как-то да, ой. Хитрющий какой, а. По мазе стреляют, маза ног, Бластон остается один в команде. Зажимает неплохо. Криспикса убивает, добивает. И три, ой, не три, два, два и два соло. 10 киллов. Бластон три, два, два, три. Да, они друг друга стоят. Три, два, семь. Нукис, Нукис, убийца. 19 киллов татарин дует фокс. Как они так настреляли? 19! Были там 23 на квалях, но квали это другое. Здесь уже люди посерьезней. Давайте посмотрим за татариным. Очень результативно эта команда сыграла. Очень. У них, конечно, преимущество сейчас есть. Потому что банально их двое. и двигаться можно гораздо более безопасно. Нет, у меня ник FF TWIZZ в PUBG FF команда Flame Force. Это ник TWIZZ 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 так Сейчас круг пойдет и хуже всего у Леванты ситуация просто отвратительная, потому что бежать некуда, укрытия нет, зря разделились бойцы, на мой взгляд. Один типа мониторит дорогу, это хорошая тема, но другой рандомит просто. Бусты пошли. Куда торопится этот фокус, вообще не пойму. Давайте посмотрим сначала, что будет с Левантой. Активизировался Бластон. это может стригерить Леванту на перемещение. Гренко очень далеко и он перестал смотреть этот круг. Хотя в принципе лучше тиммейту помочь, да. Перестал смотреть дорогу. Хорошо. Бластоны ушатали. Левант ползет. Ну должны просто мониторить. Потому что знают, что с той стороны была стрельба и дорогу никто не перебегал. Ну или они не 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 нет на сто процентов они не уверены где последний противник. И кружение пойдет. Гренко пошло знает. Крайне сложно сейчас будет товарищу что-то сделать. ой еще от зоны легренки половину хп сняли. Использование малой аптечки. А круг сейчас будет отъедать по одной шестой. Блин, его не мониторят еще. Слышит. Пока не отменяет. ну что, один из два справимся? Видит. О! Вот это реакция. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, красиво. Интересно, Левада чекает сольника, правда, пять минут закрывал, смотрел именно в эту сторону. А куда ему было еще смотреть? Через дорогу, что ли? Он знал, что там есть люди, потому что уже пересекались. Куда ему еще смотреть? Ну что ж, на первом месте у нас татарин Дэдфокс Муви и Эшка настреляли шесть-шесть-пять-четыре. Двадцать-два килла у них на команду. двадцать-один килл на команду. Двадцать-один килл. На втором месте Нуки, Леванта, Креспикс и Девульф. Вовкис говорит, достойные игроки, приятно играть. Да, да, жесткие. Вот смотришь и страшно становится просто. По стрельбе, то есть, это не тот уровень, который, который, ну, я привык видеть в этом, в регулярных покатушках на дне. Тут, тут люди очень такие заряженные. Переключаешься на кого-нибудь, там вот в разные стороны туда-сюда вытащи, стреляют, там реагируют моментально, гренки идут. Постоянно на взводе, постоянно заряженные. Страшные люди, просто страшные. ждем третьего матча по предварительным результатам. У нас пока только на сайте обновлено по первому матчу. Второй появится через несколько минут, по крайней мере, у меня появятся таблицы побыстрее. Я вам каратенческие результаты расскажу. Но, я думаю, в топ-3 войдут, собственно, вот команда, которая заняла первое место. Безусловно, она должна выйти, вообще, с таким количеством киллсов. Либо на первое, но максимум на второе. Модров мало говорит, Хеллс, верни молоток по-братски. Выдаю права. Держи. Мегакор говорит, ладно, частью подачи всем, пойду даже поиграть чуть-чуть. Давай, давай, мегакор. Мы там понаблюдали, немножечко совсем за вами, но не заметили, когда вы там вдвоем собрались и на ком отдались. Держи 10 минут надо ставить, или минимум 6, я всем говорить и говорить буду. Ну, тогда вообще никакого интерактива не будет, с одной стороны. Вот. Можно вообще тогда записи делать и выкладывать. Ну, и, конечно, надо пересматривать и обращать внимание на то, имело ли смысл человека вот так вот смотреть. То есть, ну, я помню, что там минимум двое было. То есть, там была и стрельба, алая была, с калая выбегала еще человек, собственно, потом, когда была перестрелка, он ушел обратно в дома. Вот. И было понятно, что с той стороны может кто-то прийти. Вот. Скорее всего, ради этого и оставили там товарища, который просто мониторил и закрывал круг. Это правильно. Спасибо, буду выпиливать беспощадно. Ну, согласно правилам. Конечно же, конечно же, у нас все по-демократичному. Так, заходим в Эрангель. Поехали. Сейчас еще скайп открою для того, чтобы как только к таблицам ссылочку на таблицу дают. в следующем году. иди, как и , иди, 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 иди. Субтитры сделал DimaTorzok Они так еле-еле прошли, насколько я помню На каком-то восьмом или седьмом что ли месте В эту фазу Мы, конечно, поболеем Но есть определенный скепсис Смогут они пробраться дальше или нет Вот, а суперфинал Ожидался на следующих выходных Но предварительно Будет перенос, потому что Накладывается на какой-то турнир Я, к сожалению, не знаю на какой Поэтому, если вы Особенно, если вы участники Если вы пройдете, прошли Или приглашены, или пройдете В суперфинал То знайте, что надо будет внимательно У судей уточнить время Ну или прочитать, когда будет суперфинал Футбол на главный Использую функцию Жалоб на трансляции Модератор для этого есть Завтра будет, собственно, заключительная фаза Еще три команды определиться Сегодня пока непонятно По итогу Ну, хотя, с другой стороны Как по итогу двух карт Может быть, понятно Что там Ну, кто будет выходить Все еще впереди Отыграно только треть Да, пальто Это сразу на На их с чем Навивает Ждем Уже 64 человека В игре Кажется У Ирокеза только нет никого А, он просто сам не на Не на своем слоте, скорее всего Они же не на девятом Девятый и десятый Должны быть вообще пустой Привет, Скотикс Очень надо плашку добавить, друзья Очень надо И что будет происходить после этого Какую плашку? Где? А можно ник-ник-оверкать Не Эшка, а Ешка Ешка Постараюсь запомнить Ешка Надо два комментатора и пять минут Ну, завтра вроде как Понти присоединяется С Соколиком очень хорошо Получилось покомментить Значительно проще Интереснее И Вот Ну, Понти Понти Поподкалываем Это будет Это будет отлично Так Появилась информация По По результатам второй квалификации Ну, в смысле По второй карте Токсик плеер Что? А Токсик плеер на первом месте Все еще получается 792 очка у них На втором месте Свифт Вульф Креспикс Леванта И Нукис Разницы практически никакой У них там 754 очка На третьем месте Команда Гудгейм Ешка Татарин Дэдфокс И Муви Которые еще много Настреляли В прошлой катке 21 киллз у них И На четвертом месте Дэс Вом Кстати, две команды Свифт И Дэс Вом Которые топ Топ квалификации В результате сейчас Шестого там Из четвертого места С шестого и второго места Неплохо отыграли На второе и четвертое Соответственно И оказались на втором и четвертом Каждый То есть они как Были фаворитами Так пока что Ими и остаются Но Две команды Которые сейчас на первом И на третьем Токсик плеер Си гудгейм Конкурирует Миша, ты завтра Прямо вместе хочешь Либо по старинке Ой, мать Что значит по старинке Типа я тебя Это самое Я тебя рестримлю Да я тебя уже Ты знаешь Рестримил Не, думаю Что надо В игру запрыгивать Просто и Вместе к каминности Пошел обратный отчет Третья карта Надо переоткрыть окно Сейчас, секундочку Посвежее будет Субтитры добавил DimaTorzok Так, ну что Мишкира Можно сделать общий рейтинг По просмотрам лоисом Для клипов на ГГ Он, я уверен Есть Просто нет единого места Где отображаются Самые-самые лучшие За все время клипы Это хорошая тема Но следующее Что мы сделаем Именно что касается Клипов и видео Это Это вот как раз Хранение Последних записей С соответствующим Отображением И воспроизведением Совсем-совсем-совсем Ждем Пашу для этого Эльдар Эльдакол Со своей стороны Все сделан Так что Скоро будем хранить И привыкать к тому Что все премиум-трансляции Записываются И хранятся Какое-то время Можно прийти Перемотать И на трансляции Тоже мотать можно будет Пропустили замес Перемотали Ну и сейчас тоже можно Если вы стрелочки Начнете использовать Если кто не знает Это такая Все еще фишка Привет Бомбвуллин Мехпаника Хаешка Ага Не знаешь почему Не показываются Комментарии В новостях Я слышал Что вот у Жени Была такая же Проблема Опять появилась Сегодня В общем В любом случае Наверное До понедельника Блин Потому что Паша все еще в пути А с такими темами К сожалению Пока справляться Может только он Я надеюсь Что это не такая Массовая проблема Трики привет Ну что Поехали Закрыть Да Главное Что здесь Катание было И окно открыл Полетели Как только Начинает лететь Самолет Сразу такая Просто КФПС Я не знаю С чем это связано Давайте вместе Мы Не-не-не-не Не-не-не Евгения должна Быть в курсе Так 62 человека Что-то То ли Не прогрузились То ли Откололись На сосновку Две команды Стоп Что там Джокряк Соло что ли Блин Джокряк реально один Нет Он просто У него своя вообще Война У этих товарищей У трех Лонгнейм Куку Плюшкин Джокряк Они как-то Очень по-особому Играют Так Видят Что здесь Скват Озирается Скват Видит Что Джокряк Один Что этого Упыря Надо конечно Как-то он Странно Озирается Все Видят Что на Бараке Побежал Что Побежал Побежал Воин Воин Молодец Какой Вторую броню Подрезал Сразу Мужик Уважение Вот и пошел Пылесосить Нормально Меня больше Интересует В починках Война И В рожке Тоже две команды Ё-моё Опять сейчас Будут Ненужные Кстати Твиз Если бы у него Пушка была Он мог бы Высадить Вот этих вот Незадачливых Мотоциклистов И здесь Тоже близко Ирокес И Плюшкин Плюшкин Сайга Он В общем-то Уже боевой Сайга Оружие опасное Особенно На старте Когда еще Не все так хорошо С защитой Да И валит Просто Окей Так Где еще Сосновка Да Скорее всего Не выживет Товарищ В рожке Обязательно Контакт будет В починках Тоже Уже вижу Что рядышком Муви Слышит он Шаги Сам Особо тоже Не палится В смысле Палится Сильно Тут по Вовкизу Релкпе Пострелял Немножко Немножко Бинтоваться Нет Просто Посидим Ай Побежал Ой-ой-ой-ой К тиммейту Побежал Побежал Так Менш Не просто С руки Там Бьет И Лутает Ниндзя Ставил Привет Ну хотя Видите Как равномерно Распределились По карте И опять Кружение Такое Что Хоть стой Хоть падай Половина В воде Что за круги Я не пойму Уже там Пятый или шестой раз Обычно Они какие-то Более нейтральные Так Давай-ка сюда Переключимся Х6 Эмочка Стреляная Правда уже Патронов 30 всего Было на старте Осталось 26 Какое Какое Агрессивное Блин Выцеливание У него Просто там Аутов Нет Полчаса Убегает До укрытия Плюшкин Приезжает Мега Кор Который пошел О Хэвик Джой Кряка Нокнул Хэвик Хэвик Вот здесь Убили Джой Кряка На На сосновочке Етуч Убил Етуч 15 из 15 Етуч Как такое Произошло Что Кто виноват Кто виноват Конечно Етуч Блин Они еще В четвером На даче Дач Дач Лонг Нейм Ку-ку Очень смелый Но у него Мотор Довольно Ничего Этим не смущает Там Дач Из нее Руки Ноги торчат Головы Там Битком Просто набито Четыре человека Едет Но он не слышал То есть Звук Уазика Настолько громкий Что он не сразу Ты слышишь Какую-то дачу Неподалеку Здесь на пирсе Тоже еще один товарищ С огнем играет Но это Криспикс У них Кстати Нет четвертого Человека К сожалению Криспикс Нумеруем Слышит Что проезжает О Вторая каска Берем Ох Емоё Там еще Аптека Пятерочки Очень Очень Рисково Сейчас действует Услышал Что Транспортное средство Остановилось Сокращает Мог Увидел Мелькающую ЮДшечку Или как там Называется ЕМДшечку Они просто Сейчас уедут И все Видят Да ладно Высадили На баги Портит Баги Такой он Агрессивный Капец Очень Агрессивный Садится Уезжает Блин Псих Ненормальный Ой Минус колесо Сделал Так Своего Мэйм Реджки В голову Из калаша Что происходит Что это было Вы что Это как Тут даже врагов Вокруг нет Это надо умудриться Попасть Тиммейту В бошку Не понял Ладно Сдвигаются люди Постепенно В круг Что Кружание За 5 минут Должно Сомкнуться Смотрел Сейчас Икском Знаешь Направилось Двух оверов С 11 бит Да Это Икском Самый Токсик Ну тоже Топовые Топовые Команды Самый Токсик Они сейчас Вообще Первое место Занимают Надо было Креспекса По другому Пронумеровать Да Давайте Первый Второй И Эшка Татарин Дэд Фокс Эшка Татарин Эшка Татарин Дэд Фокс Вот они Давайте Муви Это Топ 3 Мы просто Мониторить Текущий Топ 3 Про Биндели Будем возвращаться Наблюдать Довольно Опасно Проезжает Плюшкин Джо и Кряка Они потеряли Надо По одному Видите Лонгдейм Вообще Вот здесь На точке Эракес Пытается Проехать Минус 2 колеса У баги Он как-то Умудряется Ее еще Держать На плаву Минус 3 колеса Ё-моё Но Дистанция Уже Нормальная Вроде Уходит Вроде Уходит Так Велес Объезжает Опасных Бойцов Причем Ему Нужно Сейчас К своему Тиммейту Подъехать Забрать Забрать Обязательно Да Мотоцикл Битый Но Если сравнивать Риск Ну Доходить Типа до круга Пешкарусом И Что вас там На мотоцикле Снимут То Пешком Все-таки Опаснее Ходить Мыль-то В круге Мыль-то Занимают Очень много Самых Разнообразных Домов В рамках Текущего Круга Там Насыщенная Такая Территория И Точек Реально Очень Много Так Лонгнейм Сидит В доме Ничего Не Делать Не Топает Не Не Реагирует Вообще Ни на Что Ну И сейчас Севера Может быть Повстречают Люди Других Посмотрю Смотрю В чатик Там Все Друг Друга Палками Тыкают Пеки Ставят Пеки С палками Вам Были Лишь Потыкать Ой Дрейер Дерриер Дерриер Сори Ему Придется Очень Долго Плыть Оплывать Остров Похоже Еще Шифтит Возможно Ему Не хватит С такой динамикой Ему точно Не хватит Бензина Надо будет Прекращать Это дело Шнига И Мегакоры Рядышком Разъезжаются Не Собираются Видимо Контачить Хотя Поглядывают Назад Ой В мульте Хорошие дома Заняты Неоген Двухтажный Домик Хороший Врываются К нему Ой Опасно Ну Да Жалко Что Он здесь Один Блин Вот это Проблема Главная Что Тиммейты По одному В других Домах Это Крайне Странно Крайне Странно Хорошо Зажал Вот потеряли Одного Товарища У них Свои челленджи Они поссорились Там Много Разных Версий Почему Такое Произошло Почему Один Другому Хэдшот Поставил Кстати Остался Мейм Т1 Тут От него Тиммейт Ушел Ну Я бы тоже Конечно Свалил Оттуда Потому что Ооо Намечается Грязный Федор Вы посмотрите Реал КПС С дружаней Пытается проехать Но И в ближнем В ближних домах Человек Как минимум Один И по дальним Тоже стреляют Они заезжают На хорошее Весьма хорошее место Хотя зря проезжают Дальше На мой взгляд Да Видимо Совсем с концами Хотят в скалы уехать Вот смотрите Здесь один подлутывает И он Он идет 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 Такой идет Аккуратный Такой аккуратный Такой Что такое Что Что случилось Идем Заходим Заходим Не вопрос Клонгнейм Ку-ку Ты вообще Как Как Человек успел Зайти Повернуться Тебя увидеть И убить Это как Ты сидишь Ждешь просто Человека Как Ну почему Ну почему Эшка Ну Ешка Бывает Эшка Ешка Роу Стрикс Тут один Против Два Их Что Псих Какой Это он Из СКС Пулемет Все Выше Бу-бж-бж-бж-бж-бж-бж-бж Возвращает В зону Кое-как Мансит Что-то меня Начали палкой Тыкать Слышите Что Что за дела Хорош Проехал Ок Уже Дымится Мотоцикл Никак Не проехать Дальше Ну что За дела Ну Роял Стрикс Плавает Вообще Он видит Что Поэтому Здесь Действительно Можно Забраться Он Вообще В тыл Выплывает К людям Они Вряд ли Его Видели Ой Тут Высадка Такая С мотоцикла МДшку Все-таки Высадили Добили Ай Кар Ай 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 Ну ляг Ты чего Ну Везде Приключения Ааа Вот у нас Где Дронетранспортер Ногнутый Аронест Откидываем Гранату Ждем 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 Тиммейтов Энигма Плей Алая Приходит Нокает Одного Стреляет По второму Дерево Так себе Блин Как же Она бахает А Справились Вроде Только Дронетранспортер Потеряли Нет Подождите Здесь Два В два Да ладно Один В один Господи Такое Мясо Может поднять Такое Паливает Дым Ну Блин Ой Молодец Ой Умница Грамотно Грамотно Не так Не работает Что это вы делаете Ребят Зачем он выпрыгнул Из лодки Он сам выпрыгнул Из лодки Просто взял Утонул Ладно Ешка С тиммейтами За пределами Круга Тизерин С командой Его Не уверен Что будет Закрывать Кажется Они сами Не прочь Отсюда бы Свалить 50 человек Вторая фаза Заканчивается Да Вот сейчас Нормально Сели Все В этот дом Козырный А Правда Это другая Уже Команда Тут успели Уже Рашануть И Убить Всех Кто был Здесь Пока что Перестрелки Наиболее Активно Действовать Должны Ешка Татарины Остальные Ой Алая Бедолага Пешком Идет В круг Отступает Надо машинку Спасти Да Именно Спасти То есть Не ехать туда Объехать Каким-то Макаром О Роял Стрикс Хорошо Из-под Вы Подвертает Из-под Тишка Пострелял Убил Тиммейтам Далековато Прикрыть не Сможет А это Его же Тиммейт Там ВТфак Вообще Все И собирает О М24 Вижу По дулу Вот И шикарный Дом Очень повезло Товарищам Которые В мыльте Вот этот Южный дом Взяли Это прям Прям праздник Де Вульф Пытается проехать Я не знаю Куда они едут То есть надо Грамотно Выбирать место Для десантирования Здесь тоже Проблема с десантом Пошли дымы Ну там Огромное количество Людей Просто В соседнем доме В трехэтажном ВСС Вроде Пять полек Выпустил А ничего Никакого урона Даже если попали Особо урона не было Да Пытаются рашануть Релка ПС В его давит В попыхах Ну вот здесь вот Неважно Не будем показывать Это не так интересно Здесь замес Встретились Тезерин И Ешка Который не Эшка Тезерин Ешку добил Тиммейты Выходят По перекрестку Плохая позиция Для людей Которые подходят ДП Да ДП Но не получилось Дэдфокс Последний Это топ-1 Прошли катки И топ-3 Оверрол Как говорится Это парень Разочарование Дэдфокс Дэдфокс В крайне Сложной Ситуации Время Конечно У него Еще есть Но его там В четвером Закрывают И отсюда Выйти Крайне Сложный Ооо Смотрите Поизону Поизону Скинули Груз Это что У нас Аук Дэдфокс Бедолага Все еще Пытается Да Там портит ему Тачку Блин Ну Вазик без Да Налево Не знаю Что делать Еще сигналит Гады Перевязка Ран Тут не нужна У тебя там Буст такой Что он Перекрыл Буст следующий Ж И накрывает Микайлович Убивает Велеса Нокой Точнее Что он Будет Делать Медицина В принципе Есть Но После этого Круга Урон увеличится В два с половиной Раза Где-то Затик Вэтефака Тут один Высматривает Слышит Хэвика Во Да Что это за Вообще Не готов был Пока Самое Козырное Место У синих Дедфокус Оказался Просто Вне Игры Сейчас По нему Стрелять Должны Если Смотрят Понимательно Тезерин Убивает И 12 Команда Заканчивает Своё выступление Хотя Были в топе Оооо Тут две Будки Классные И возможно Это выход То есть Делиться И Будки Занимать Потому что Дальше Очень высокая Вероятность Что это Будет Поле Все люди У которых Есть возможность Это сделать Даже Три Будки Здесь Есть Можно Сплетануться И очень Хорошо Отыграть От Будок Там Мозгов Не нужно Да и Скилла Чтобы Оборонять Одну Стандартную Будку И Больше Одного Человека Тоже Не Нужно Вопрос Будет Ли Кто Нибудь Это Делать И Какой Будет Эффект Зря Про ВСС Она Хороша Да Я Так Говорю Потому что Сам С ВСС Не Люблю Стрелять Не Умею Стрелять Так То Оружие Конечно Хорошее Наверняка Ну что Тут Пытаются Люди Проехать Очень Некомфортное Место Очень Много Коряк Неровностей Ехать Тут Сложновато Забирает Друга Они Они Будут Просто Гарри Поттеровскую Вышку Держать Самый Токсик Доезжает Красиво Припарковался Выходим Привет Обида Зейн Один Там Высматривает И будет В тыл Выходить Макайлович И Аля Аля Мужик Мы Теперь Будем Это Знать Три Аптечки Пять Бинтов Здоровья Нет Но Надо Было Сначала Пострелять На Халяву По Бегущему Человеку Прямо В центре Круга Аирдроп Кажется Зейна Закрывает То есть В его Сторон Смотрят Не знаю Намеренно Или Так Просто Профилактически Перекрестный Огонь Но тут Опять же Вышка И Можно Спастись Аля Пытается Заехать Зейна Все-таки Закрыли Аля Заезжает В неплохой дом Ну Как бы На Отшибе Стандартная Двухэтажечка С балконом Заходи Уже И еще один Аирдроп В центре Мыльты Постоянно Идут Какие-то Перестрелки Сложно Сказать Где это Ну Где они Приведут К какому-то Ноку Или смерти Пожалуйста Ну Там Прилетело Просто В голову И все Нокнули Без последствий Ну Не будет Каски Некоторое Время И все И никто Не хочет Идти в центр Ну Там Поле Конечно И часть Города Еще в Круге Ну Возможно Будут Проблемы При выходе Из Города Плюшки Между Двух Огней Сидит С Двухзарядным Дробовиком Ты серьезно? Это топ гир У него Смотрите Ё-моё Эка тебя Перекосило Кака Так же Нельзя долго сидеть Даже не облокачивается Понимаете? Хотя может Может типа и облокачивается Опасный Плюшкин Там Макайловича Нокует Но опять же Без проблем Блин Ну вот смотрите Какой круг Поле Ну и козырное место Сейчас уже У людей Которые Вот этот компаунд Держат Двух-трехэтажные дома Прекрасный обзор Жутко А людям из мыль Придется сейчас Очень серьезно Постараться Чтобы Чтобы как-то Выходить из города Я не знаю Как это сделать Ой На Плюшкина Кажется идут Смотрите Четыре человека Просто Тихо Вживаемся в роль Ты Плюшкин С дробовиком Слышишь Шаги У тебя Слышишь Много шагов У тебя Двухзарядный Дробовик А там их Минимум Двое Это как в фильме Ужасов Я знаю Что там идет Экшен В любую секунду К нему Могут ворваться В любую секунду Они закрывают круг Они вообще в другую сторону Смотрят Тут четыре человека Ооо Выглянул кар И ушел человек Да там закрывают круг Там Отстреливают людей Это понятно Здесь рашен В городе Там замесы Очень классные Тут Иракест Там пытается Закрыть двоих Блин Так Одну кибиточку Заняли Он не двигается Он не дает вообще Никакой эльфы Слышит как Ракар работает Здесь Аналогично Гарри Поттер Сквышку Рашет Эракес Сзади Кайловича Нокаит Аля Осталась Бластон С вектор Работает Блин Нет Давайте я Этот замес Посмотрю Тут просто война Врывается Раз одного добил Второго добил Третьего не надо добивать Это своим Там еще один есть На втором этаже Плюшкин Все еще сидит Тихо Ну Користа должен Потом Когда круг Закроется Это проверить Окно И такая Жесть Начнется Это такое Удивление Они в полной Уверенности Что здесь Никого нет Да Тезерин С командой Спокойно Девульфа Там закроют Сам себя гранатой Кстати Санбруно Убивает Ну В шоколаде Вот эта вот Синяя команда Номер 4 Кажется Вот оно Тихо Бегает Должен смотреть С этого Да куда И уходит Серьезно Серьезно Да вы что Зевульф Один Сидит Второй этаж Крыша Мониторит Да что За зажим Ты чего Блин Еще Часть В это попало Ё-моё Эрокез выходит По Эрокезу Да Эрокез минус Вульф Высматривает Джамбо Кагами С С командой Спускается С горы Капец Тут прям Выходит Смотрите 4 человека На будку Сзади Еще один Сзади Грязный Федор Сталк Пытается По чужим Дымам Пройти Старается Не топать Проходит А там Три в два Еще Один В два Ай Посталки Начинают Работать Тоже Там поезд И пошли ползаны Здесь очень сложная ситуация Потому что Де Вульф Должен выпрыгивать Вроде как Паркурить Его уже встречают Нет Он убивает Одного Второго Успевает Айфай Может быть 8 команд Как они здесь Вообще Помещаются Правда Шнига Еле Еле Живу Ну хотя Как еле Живу Он просто Ползет Надежда То что Его сверху Не заметит Никто Дэд Дом Тоже Поползун Поезд Сталков Все таки Умирают Поезд Ползет Аля Все еще Живо Жив И новый Круг Поля Ну как Не совсем Поле Все еще В шоколаде Товарищ Есть Четвертой Тимы Потому что У них там Еще кибитка В зоне Да Прекрасно Работает Все как На ладони Понимаете Со всех сторон У тебя Стены Как Ковры Окна Есть У тебя Еще Возвышение Такое Есть Что Ползунок Хорошо Видно Ну по Крайней Мере Их Видно Периодически Аля там Постреливает Аля Стирит Молодец Диму Машину Перекрестленный Огонь Плой 0.9 Остается Один Пересидел До части Когда шел Сигнал Относительно Дребаша Ну вот реально Просто Он там сидел До конца И Вопреки Расхожему Мнению Что ружье Должно В конце Концов Выстрелить Он так И не Выстрел Видимо Третья Каска Третий Жилет Он даже Снял Этот Рюкзак Чтобы не Палиться Тизерин Тоже Слышит Стрельбу Ползет Альк Ползет Плой Бедолага За пределами Зоны Умирает В попытках Закинуть Дымы Пошли Газы После Смерти Дед Дом Вынужден Вставать И идти Но его Могут Мониторить Хотя Он Может Успеть Добежать До Этого Дерева Если Добежит То Будет Очень Хорошо Ой Хорош Ну Куда Ты Сейчас Дальше Ты Бежишь Аж Ну Хотя Может Быть И Правильно Да Под Дом И Стреляет Мне Кажется Что Она Была Вдоль Дома В Сторон Машины Типа Ползать И Все В полном Составе Вот Синяя Команда 10 Киллов Настреляли 3 2 2 3 У них Все В порядке Да Додома Все-таки Добили Тизерин Выходит Ой Смотрите Ползет Ползет 4 Килса На Тизерин Да Тизерин Вы помните Он там А Гренка Есть у тебя Слушай Как Насчет Дым Есть Обычно Гренки Я не наблюдаю У него Три Команды 4 2 1 Он Так С этой Пушкой Розовый Палец И Конечно Жусь Торчит Плюшкин Гуф Мы запомним Твой подвиг Да Да Плюшкин Сидел Там такая Выдержка Была Колоссальная Ну Стрельба Идет Им Крайне Сложно Из этой Будки Куда-то Перемещаться Как вы Понимаете В принципе Достаточно Контролировать Дверь Ну и Выдвигаться Постепенно То есть Численное Превосходство Это Раз Невозможность Людям Безнаказанно Выйти Незамеченными Выйти Отсюда То есть Это Это Сложно Ну вот Я надеюсь Что Тезерин Доживет Не только До топ-3 Что он Переживет Еще Будочных Товарищей Пошли Дымы Перемещаются Люди Уже До круга Кстати Доехали Ой Ног Какой Важный Нужный Ног А Потому что Круг Идет Уже Медленно Время Ограничено И Как раз Пока Передислоцировались За камень Отличный Камень Вообще Шикарный Камень Тезерин Подошел Пошумел Сковородой Она начинает Махать Гренка Пошла Дистрект Нет Ну Тезерин Зачем Поторопился Ну остается Интрига Кстати Сохраняется Ну интрига В плане Что Три Три Раза Разные Места Все Отползает Чтобы фраги Не давать Ой Какой Хитрожоль ГГ То есть Он понял Что Один в четыре Нет Это не сделать Ничего Ну молодцы Молодцы Четвертым Конечно же Конечно же Весьма повезло С тем Что они остались Опять же В козырных домах До почти Самого Последнего Круга Но одного Везения Мало Они Все-таки Успели Пострелять Успели Поубивать Больше Десяти человек И Заслуженная победа Заслуженная победа Герой этого матча Конечно же Конечно же Блин Как его звать Плюшкин Конечно же Плюшкин Который Умудрился Пересидеть Людей Которые Пришли Прорашили Гарри Поттеровскую Вышку Проверили Ну все Уже проверили Находились там Где-то минуты Три Стреляли В разные стороны Но так Плюшкина С дробевиком И не нашли Ждем Начала Четвертого Матча И есть Время Сходить Там До Холодильника Заварить Чайку Кофейку Лимонад Налить Я уж Не знаю Что у вас В холодильнике Я кофе Закончился Да ничего Мне кажется Уже хватит Кофе Один С той команды Который Пересидел На вышке Неосторожно В спину Вышил Вот зачем Красить оружие Не знаю Серв Ну то есть Это красиво Это понятно Что ты Может быть Он нашел Покрашенное оружие Такое Такое бывает Но Одно дело Когда ты в паблике Такой красивый А другое дело Когда на турнире Типа Нужен результат А у тебя Не просто там Ну иногда просто Скидывают второе оружие Особенно если это большое оружие Ну то есть Которое там торчит Потому что оно Мельтешит при движении И выделяется По той же самой логике В Ползины Стараются убирать Этот Рюкзак Тоже Чтобы не торчало лишнего Вот А у тебя Как бы И Кажется у него Карбл Торчал Причем он был Розовый То есть Такой Маячок Поплавочек В этом поле Ржи Скины с оружия Снимать прям в игре Можно О я не знал Кстати Ну тогда Скорее всего Это его Его личный скин И он его устраивает Вполне Сейчас Я посмотрю Что у нас По По промежуточным результатам Хавк еще не скинул Но как правило Он скидывает Еще до старта Третьего матча Но все Синий выиграет Говорит Спартак Ну да Ну а Что там Я говорил о том Что у них преимущество Еще два или три круга назад Просто И дальше Везло с зоной И в результате В конце Когда уже Выжившие Из городских боев Там Одиночки Там Аля НГГ В Тизерин Тоже еле-еле Вышел Из мыльты Двое в кибитке Остались Закрыли Всех остальных Которые выходили С южной части Тоже мыльты По сути Помните там Четверо же бежало Четверо Еще один Соленого бежал Всех закрыли Всех закрыли Просто Молодцы Ой Долго я сидел Сегодня в наушниках Сейчас Помассирую уши Это полезно Для здоровья Кровообращение О Хорошо Ой Кайф какой Плюшкин Ты герой На всего Одиннадцатое место Ну как герой Там Не знаю чего было больше Тактики или страха То есть Ты пришел Сел И как бы ждешь Я не уверен Что он Ну Он Избегал Максимально контакта Естественно Потому что Что он сможет сделать Против Четверых А он скорее всего Слышал Что там Больше чем двое Потому что Некоторое время Стрельба была Крайне Интенсивная Просто Постоянно Шел Корис Который у него стоял Двое внизу И еще Рядышком Не бойся Ныкал Свеча Пошел пить Не он был готов Стрелять из дробаша Дело в том что Тот человек Который к нему заходил Он умирал С крайне высокой Степени вероятности Потому что Этот Дробовичок Двухзарядный У него Ну такой же урон Как у помпа Насколько я помню Только рейндж побольше Это ваншот Не надо даже Никуда целиться Просто чтобы По корпусу попало И все Там 300 урона Влетает Сносит все К чертовой бабушке И все Наверное Наверное Выстрела Проходит Небольшое количество Времени Любопытно Какой дпс У именно Этого дробовика Двухзарядного У меня в холодильнике Шаурма есть Фу Какая гадость Хаук уже скидывает Результаты Ой Ничего себе Как быстро Посчитали Итак По результатам Трех прошедших Карт Команда Тизерина Выходит на первое Место Да Пол Все таки Айфай Мазафака Бластон Тизерин Тизерин Конечно Да Количество очков На команду 1078 Они кстати Топ По фрагам 23 фрага У них И у команды Свифт Кстати Эта команда С Тизериной Которая на первом месте Она взяла Бронзу На квалификации На втором месте Команда The Swarm Деревний транспортер НК Лович Аля Мужик И Айронест Это победители Квалификации То ли третий То ли четвертый На третьем месте Также победители Квалификации То ли третий То ли четвертый Команда Свифт The Wolf Креспикс Леванта И Нуки И у них как раз Тоже 23 киллса На четвертом месте Токсик Плеерс Которые были На первом По результатам Двух карт Насколько я понимаю Да Но к сожалению Выступили Очень плохо И скатились На четвертое место Ну и на пятом месте Команды Goodgame Ешка Татарин Дэдфокс И Муви Там дальше Кстати не так далеко По очкам Имеется ввиду Шестое И седьмое В принципе Все кто сейчас Топ 10 Могут спокойно Вырываться в топ 3 То есть Это можно сделать Это реализуемо все После турнира И с чем еще будет Тойдер Я не уверен Чувствую себя уже Немножко Вымотанным Потому что Сегодня трансляция Началась у нас В 12 часов Ну чуть раньше Без 15 Где-то 12 Сегодня у нас И икс Чом Хотя завтра Все равно Полдня отдыха Я в любом случае Дневную трансляцию Завтра делать не буду Потому что еду К родителям Отдохну Так что может быть Ну посмотрим Как закончится турнир Посмотрим у нас По состоянию в конце Было бы неплохо 12-часовую трансляцию Бахнуть Тем более Там на таком Интересном месте Мы с чем И остановились Так прошли поезд Ой спойлеры 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 Сейчас как раз Броню потащат Кайф У 2-зарядной Чуть больше урон Чем у 5-зарядной А мне казалось Я по цифрам смотрел Что у них Один в один То есть там Сайга идет Меньше урона А А двушка И помповая Были В реале Можно с двушки Двумя спусками Дуплетом Одновременно дать Любопытно Какой там все-таки ДПС Получается Начинается Четвертая игра Мы отправляемся С вами На Мирамар И нумеруем По крайней мере Топ 3 Это Тизерин Аля И Креспикс Алю Сразу Нашел А нуки Давай нуки Нуки Фрагер Очень хороший Команда Свифт И осталось Найти Тизерина Бластона Мазафаку Рокамакафо Там Пам 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 Почти А вон увидел Оранжевенькие Кажется Да Итак Топ 1 Топ 2 Топ 3 Забинжены И полетели Ну почти Еще полминутки Надо подождать Интрига Все еще есть Потому что Так У нас Четвертая Да Это четвертая карта Все правильно По сути Еще половина Убивать И убивать Рэмбо не подрубить Так как даже Мертвые дают инфу Странно Но если так считать То граната Самый большой ДПС Перезарядка На ДПС считать Да Вообще Ну я думал Что будет разница Между первым И вторым выстрелом И две стволки И как бы На этом моменте Забудить Хватит им смотреть На тебя Я для них Хоррор. Буду стримить. Ой, мать. Ну, прекращай. Я еще не решил. Хоррор. 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 Окей. Полетели. Не самый, наверное, удачный самолет, учитывая то, что многие стараются там лутать тот же самый Эль Захар. На Минос падают, на Импало падают. И тут никак не долететь. Поэтому Тит говорит, привет, привет, хорошего вечера икс чем. Икс чем. Да сегодня и так хорошая трансляция была днем по икс кому. Не зря. Такие сумасшедшие миссии, конечно, были. Было классно. Полетели. Да, Айрон Неста, Аля и, ну, в общем, они в Сан-Мартин, они помните, там Маккейловича потеряли. Джой Кряк, правда, с ними прям падает. Такой агрессивный очень мув. Он немножечко... Он как будто не знает, куда ему лететь. То есть, ну, не решил. Маккейлович опять рядышком с ним в соседний дом. Ну, вряд ли он справится тут один с четырьмя, причем с четырьмя людьми, которые... которые умеют стрелять, которые о нем знают. Вот уже своих сбиваем. Правильно, правильно. Восемнадцатая команда. Где у нас там эти убийцы на юге? Джой Кряк Маккейловича убивает. Опять Маккейлович. Да ладно! Иалю! Да ладно! Вот это начало! Минус половины тимы просто. Это топ-2. Текущий топ-2. Пришел Джой Кряк. Маккейлович. Зигзаг. Маккейлович. Джой Кряк. И... И просто двоих. Очень плохо. Тут вот Девульф простреливает проезжающего на... на бусики. Оп! Ой, получил голову! Нет, мини в голову не убивает. Как видите. Там же не было никакой каски. Не-не-не, не было. Сносит где-то процентов 85 хп, но не убивает. И Санбруно спокойно сваливает. Его, правда, Петач может встретить сейчас. Смотрим. Опасная ситуация. То есть он как бы едет, такой едет. О, видит, человек бежит. Видишь, что человек бежит? Не видишь? Человек бежит. Увидел, кажется. Проехал дальше. Сейчас либо справа словит, либо не словит. Тут как бы одно из двух. Лоннейм Ку-Ку. А, у них в... А, это Джой Кряк и Лоннейм вообще в разные места упали и начали... начали мочить. Че, он добил еще сразу. Че, он добил еще сразу. За машиной друга уже не спасти, поэтому торопиться некуда. Блин. Пикадо все нормально. Джо и Кряк там довольны с двумя киллами по городу ходят. У них три килла на двоих. Уже успели покоцать. Они, видимо, пришли на турнир, знаете, так, чисто поржать. У них и... Ну, и по рейтингу все как бы не очень хорошо. Я пытаюсь найти... Да, они на семнадцатом месте. Но взяли за пароли топ-2 половину команды человек убил. Но он молодец, он, конечно, это... Ничего. Не обвиняю ни в коем случае. Если как бы убил, то убил. Ни одного клипа за дневной экс. Чем? Значит, скучно было. Не-не-не-не-не. О! Лонгнейма убили. Криспикс на дроп приезжает. Но там уже есть люди. Встречают его. Он неудачно выходит. Какая-то ненужная абсолютно пошла аркада. Криспикс погибает ни за что. Они разделились. Вульф, Леванда и Нукис. Грязный джек-ряк. Да. Скептик, привет. Ну, мы подлутали зато груз. Что у нас там, кстати, в грузе там? Эм. Блин, я не вижу. Остановись. Да. Калаш МК, что ли? Да, МК. Фух. Да, я не увидел просто. Пушки, второй. Все бегают. Один этот в третьем шлеме. Понятное дело, что он заныкал. Он допустил, что вдруг он не успел подлутать как раз, чтобы встретить врага. Джек-ряк все еще живой. Все еще бегает по городу. Там с Анбруном встретили, убили. Ну, люди стараются что-то разделяться вот в этой катке. Дэд-дом, видите, раз. Рел КП-2. То есть, здесь тоже Вульф с Свифт и Нукис, а также погибший Креспикс. Они тоже были в разных местах. Стягивается потихонечку. Все еще живо 17 команд. Мне кажется, что на Джек-ряк надо посмотреть, потому что он медленно, но уверенно двигается в сторону Ионеста. Аэронест. Аэронест вроде как его слышит. Он специально не топает. Да, услышал. Поставил меточку, наверное, для транспортера. Пытаются закрыть его. Ой, на него прям бежит. Опасно. Месть. Да, Джек-ряка приняли. Но он не услышал топот. А Аэронест все-таки слышал. Во-первых, он помнил про друзей, которых потерял. Благодарит за лутание. В той части города. Третий жилет, надеюсь, не сильно покоцал. Тут небритый мужчина. Но у него абсолютно это самое индифферентное выражение лица. Такое мертвое. 16 место. Так, едем дальше. Ну, вот так вот. Если вы находитесь внизу, то можно как поразвлекать себя, посмотрев, как там падают куда фавориты, и попробовать там их как-то подрезать. Ну, это очень гадко. Не себе, не людям называется. То есть тебе уже терять нечего. Особенно на старте можно очень хорошо, ну, на стартовом лутании, на халяву кого-то подрезать. Особенно если агрессивно там падаешь, у тебя пушка, у него нет, и начинается. Зачем на дроп ехать в одно рыло? Потому что достаточно редко происходит такое, что на дроп в сквадах едут люди в принципе. Вот, дропы, ну и дроп тебе очень сильно помогает в будущем. Во-первых, там гарантированно более качественная пушка, ну, за редкими исключениями, конечно. Ну, в большинстве случаев ты там пушку меняешь, особенно если на старте взял. Во-вторых, там Т3 гарантированный теперь уже, и шапка, которую ты нигде больше не получишь. И если у врагов не будет АВМ, то ты выдержишь любой выстрел из любого оружия в голову. Это очень важная тема. То есть ты живешь от кара, ты живешь от М24, ты, естественно, переживаешь от всех остальных пушек. Ну, и тебя сложнее плюс одна еще пулька на тело от третьего жилета. Ну, если мы говорим о нормальном калибре, не о девятках, а о пятерках-семерках. То есть, как правило, ты плюс один на третьем жилете получаешь, что дает тебе долю секунды в спрее. Неплохо. На пятерках, наверное, даже полтора где-то патрона будет. Плюс, может быть, даже два. Зависит от пушки. Да, креспекс, это, кажется, из Вова, товарищ. Тоже говорили. Так, там уже кого-то высадили. Там это где? Это вот здесь вот. Тут Голд Би пытается уехать, но у него дружане как раз высадили. Они ехали по дороге, а здесь рядом отказался Реджки. Не знаю, абсолютно непопулярное место. Вот, но он... Пять аптек, пятерки на исходе, 23 пятерки. Сейчас сразу 300 пятерок собрал. Очень жирный карасик. Так, там Куртизанку еще... Куртизанка еще нокаит. Самый токсик отстреливается. Ну, здесь дистанция очень серьезная. Вряд ли, что получится. Хотя нет, попадают. Смотрите-ка. Блин, там, кажется, еще сзади навешивают. Да, вот в чем дело. То есть тут... Тут метров 500, но тем не менее попадают. Так, раз за разом. Здесь опасный момент. Проезжает Майм. У него заканчивается бензин. Кстати. Да, заедем на заправку, заправимся. Нет, такого не будет. Вышел, побежал. Дрань-транспортер. В Соленово. Ну, они все-таки свалили с Сан-Марти... Да, с Сан-Мартина. Да, ну а что им еще? Естественно, они же там убили. Оставшегося. Макряка. Зигзага. Велес нокает Котор Мейстра. Котор Магистера. Добивает. Бусик предательски ползет. Не дает укрыться. Но без колес, конечно, сложновато. Вот Фака пытается вылечиться. Какая Джамба еще где-то умудряется упасть. А, вот где. Какая Джамба добивает. Он... Я не знаю, как так произошло. А, там машинка. Он слишком рано выпрыгнул из транспортного средства. Какая Джамба без ХП. Но Лолит Куртизанка очень битая. Видим трассы. Ммм, блин. Там уже был угол, видимо. Да, там был угол. Фай даваял угол. Тизерин. И бросает своих тиммейтов. И бросает своих тиммейтов. Бросает. На произвол судьбы бросил. Тут тоже перестрелка скалы на скалы. А как Джамба тоже умудрился? Но пус. Блин. Ивил Энджел один пытается здесь закрыть. Давайте посмотрим на него. Он лежит... ...в туалете или в ванной. В туалете. Е-мое. А тут, видимо, лутают. Ой, кому не повезет. Кто пойдет дома лутать? Четыре человека. Татарин, Дэдфокс, Ешка и Муви. Татарин идет. Слышит. Смотрите. Давайте. Ивил Энджел. У него тиммейт нокнус. В смысле дискнус. Добил все-таки. От сучока. Ради очков. Ради очков. Ой, такая боль. Ты заходишь в туалет, видишь несчастный пистолет девятки. У тебя очередь из калаша. Капец. Да, тут перестрелки идут. Нокают, кстати, одного. Молодцы. А, тут не перестрелки. Тут Ландербрау вообще не в позиции. Кроме дыма. Да ты же видишь его. Пс-пс-пс. Ты вон же. Что? Серьезно? Нет? По ногам. По ногам. По ногам стреляет. Далеко не убежит. Да, добивает. Остается только Watchful. А, нет-нет-нет. Watchful. Ой, тут к нам вышли из тыла. Dead Dome. Нокает Gold B. Ой-ой-ой. Ай, ножки мои. Короче, бросает опять друга. Не сражаются за него. Закидываются гренки. Надо валить. Леванта Свифт нокает Велесом. Да, просто добили. Пулемет. Мое уважение. Хороший. Это понятно. Надо мупт наруднее. За дропом риск очень больших. 50. 50 на 50 это женская логика. Тут не 50 на 50 точно. Надо смотреть прошлые катки. Смотреть сколько людей и когда приезжают на дропы. Смотреть сколько времени прошло и сможешь ли ты доехать. И все. Тогда уже будет точно не 50 на 50. Перестрелка. Кар Х8 выпикивает. Ну! Ну! Блин, такой, 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 такой странный вообще. Энигма плей и нокают. А, здесь раш. О-о-о-о! С Берилом заходит сзади. Редко, кстати, я замечаю, чтобы кто-то Берил использовал на турнире. Гренко без дилайк, к сожалению. Добил. Видит, ну, хреново, добивает. И один в дыму. Ну, вот! А! Это свои. Нет, это не свои! Шт! 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 Ну! О, он просто мимо двоих пробежал. Не увидел его сначала в тумане нокнутого. Ё-моё. Ладно. Так, вот тут тяжелая ситуация у Дрейера. У него дружане нокнули. Он простреливается. Муви рядышком. Совсем рядом. Хотя тиммейта, может быть, и поднимет. Кидает дым. Пытается поднять. Новый круг нормально. Дэд Фокс. Слушайте, они тут перестреляли больше. А, нет, 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 нет. Ешка там еще сзади оказывается. Доехал, видимо. Доехал, объехал. Поднял другом. Тут два в три, но выходить из этих бетонок очень сложно. Проверяя там, есть ли кто внутри в соседней, странные закидоны по гранатам без... Даже если там кто-то был бы, то он успел бы уйти, если нет задержки у гранат. Так. Там из Лос Леоноса будут выходить четыре разные команды. Конечно, там есть одиночки. Но в любом случае они пересекутся. Мне хочется посмотреть, как здесь событие будет развиваться. Достаточно одного нока. Вот той паре, которая работает, вот этой вот, достаточно одного нока. Либо нокают Дэд Фокса, либо нокают Ешку. Этого вполне достаточно. Особенно учитывая... О, сейчас хорошая граната может быть. Блин, опять без дилея. Чуть-чуть. Лечится муви. Ай-яй-яй! Хорош. Муви рошанули, правда, Дрейра гранатой. Ой, и все, он прострелит сейчас. Да. Там просто принципиально с разных сторон. У него дырявая бетонка. Так. Гриффинсон с Уотчфулом заезжают на скалы. Мотоцикл позволяет здесь на любую вообще скалы забраться. У меня этой карте, в принципе. Даже там на мега-высокие вот эти вот какие-нибудь... Это, кстати, не самые высокие еще. Блин, где же... Во, вот сейчас прорисовались, да. Всякие вот такие вот. Заезжать можно. Ну, это совсем другая история. Карта уже четвертая. Да, Карлов, сейчас карта четвертая. Вообще, Ривер, дым выглядит по-другому. А-а-а-а, я понял. Густой специальный спектатор сделал, что если движет дым... Понял, понял, понял. Спасибо большое. Это... Этот момент я пропустил. Я думал, в принципе, его сделали менее густым. А учитывая то, что я в последнее время только и делал, что смотрел игры по PUBG и играл мало, то густоту дыма оценивал только по PUBG. Ну, так-то да. Так-то это много объясняет. Очень все хорошо вот в северной части круга. Да, там, конечно, есть поле неприятное такое. Но даже в рамках этого поля есть много каверов. Хотя нет, хреновое оно. Вот лучше, конечно, вот эти домики занимать. Ну, пока что самые казарные позиции Уотчфула с другом. Дома. Неплохой обзор. Они, конечно, в низинке относительно вот этих вот гор находятся. Дроп не заметили, кажется. Или заметили... Может, сейчас и поедет, кстати, лутать дроп. Кажется, просто переставил транспортное средство. Из круга выбегают люди. Но есть медицина. В этом нет никакой проблемы. Проблема будет дальше. Потому что впереди команда из четырех человек. А потом еще двое. Да, потом еще топ-3. Тизерин. Живой один килл на команду. Вторая команда. Все. Минус. Вторая команда. Десворм. Дронетранспортер. Все-таки. Алия. Ренест. И... Ну, помните, половину команды растеряли. А потом не знаю, куда делись. Ой, все. Шикарный круг просто. Ну, для тех, кто... Для тех, кто там. И сейчас будет мясо. В городе. Не знаю, как тут выживать. Если честно. Потому что уже начинается. Дэддом. Оказался просто в открытке. Бластон. Ну, команда Тизерина. С одним киллом. В полном составе пытается выйти. Ох. Не в голову, но все равно красиво было. Делится 2-2. Бластон пошел. Он здесь кебо. Его закрывает. Киво. Маза должен бежать. Маза должен бежать до него. Грин, какая неприятная. Сокращает время. Че не бежит? Не дает выбежать. Ой, какой хитрый. Киво. Все, бросает Бластону. Уже не успевает особо. Да, и все равно его закрывают с другой стороны. Ситуация очень плохая. Хорошо, что разделились. Могли здесь остаться, в принципе, все. Хотя, если бы не разделились, мало ли... Ой, Дэдфокс. Дэдфокс 1, смотрите. Слышит, что рядышком стрельба. На него выходит сразу же 3 человека. Гринка? Да ладно? Нет. Блин, там Тизерин. Нокает Анимака. Они пытаются закрыть людей. И Рокес еще рашит. Рокес рядом. Поза начал зажимать. Надо отступить, вылечиться. Попытаться, по крайней мере. Блин, это не последних проблем. Там еще скалы будут закрывать. Ё-моё. Фай, нокнули. Тизерин. Топ-1 текущий. Топ-1 текущий умирает. Остается, только Тизерин. Блин, ему бы... Ему бы как-то свалить. Но я не знаю, как свалить. Тут рядом одна команда. И плюс еще закрывает другая. Бежать может быть. Это уже сверху. Добудки. А там еще сзади люди. А там и Рокес один-то остался. Господи. Круг идет. Тизерин пытается... Видит. 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 И тебя тоже, скорее всего, видит. Нет, не видит. Блин, вот я за Тизерином сейчас по... Гренка. Какая гренка убогая. Ай-яй-яй. Сковорода. Сковорода спасла. Но я не знаю, как дальше действовать. То есть... Тизерин не уверен, что там один остался. Иракес. Мансит. Их там закрывает сверху. Пошел еще один дым. Еще один дым. Они в одно и то же место и дым кидают. Да, по Иракесу начинает стрелять. Он мансит. Тизерин тоже выбегает. Блин, по нему тоже стреляют. Дым заканчивается. Он ложится. Нога вроде простреливается. Иракес. Да, и Тизерин добивает поезда. Ох, на каком месте? На десятом месте топ-1 заканчивает эту катку. Ну вот город, видите. Город очень суров. Так, новый круг. Команда номер четыре. Помните те синенькие? Та синяя команда, которая удачно компаунд заняла. Сейчас заняла, но круг ушел. Так, Дэдфокс по-прежнему жив. Очень много одиночек. Раз, два, три, четыре. Пять еще. Иракес же живой. Точно. Роял Стейкс живой. Сейчас на Дэдфокса будет выходить. А он в будке. У тебя пушка торчит. Ааа, какое палево. Блин. Ё-моё. Ребята, посмотрите. Правда, никто не смотрит в эту сторону. Там реально просто пушка. Ой, какая классная игра, да? Но хорошо, что... Представьте, мимо пробегаешь, а у тебя там пушка там сзади. Все. Сразу проблем. Проблем никаких с разведкой. Подходишь к греночку и ждешь, когда выбежит. Выкуренный. Пытаются выйти, но простреливают очень хорошо. Шныга. Леникс шесть. Парочка поехала. Очень сложно, конечно, попасть. Хотя берут нормальные упреждения. 200 плюс метров. Ну, по трассам, по крайней мере, видно, что... Что берут нормально. Ну, не попадают. Кому-то не хватило транспортных средств. Видят, отлично убивают Роял Стригсы. Хорошо действуют дымы. Семь киллов они, кстати, умудрились. Но они не просто от удачного круга играют. Кива. Ой, плохо какая. И круг идет. Большая аптечка. Фулл буст уже есть. И побежали. И попросить людей прикрыть вас. Но у них Вижен нет. Вот в чем проблема. То есть план был хорош. Вы выезжаете там... Хотя нет. Есть, 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 есть. Прикрывают. Тут выходит раз, два, три, четыре человека просто из разных команд. Ладно, Дэдфокс, Эракес. Эракес стреляет. Очень мало здоровья у него. Эракес это у нас последний из... Блин. В общем, один из последних. Дэдфокс зажимает. Нокает одного. Пытается добить. Что? Не очень хорошо зажал в самом конце. Увы. И... Шнигу не убили. И Эракес все-таки выходит. Пока еще. Ой, щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи. Это разные команды. Ну, сейчас респект такой. Чтоб не стреляли. Потому что ты же не стрелял по ним. и они не стреляют 4 3 у значит уж не году ну как так то самое пока что хорошей ситуации что они по крайней мере все живы стали к еще одного добивает тут очень близко людям соленого очень близко доезжают гипсерин потеряли ни одного товарища втроем вроде живые а нет мы и мы тоже нокнули нокнули добили двое двое здесь двое здесь двое там 3 4 и 1 2 3 7 команд 7 команды на таком круге умудряются выживать вот посмотрите просто на юг вот как как можно выживать в такой ситуации там ног не столь важно ладно пушка если нога торчит нога кстати вроде не может торчать вот именно из-за стены хотя это pubg здесь все возможно иронест еле еле живой у него нормальной медицины нет по нему прилетает он пока особо даже не понимает откуда ему бы время подлечиться он кидает дымы странно а вот там ему аптечку оставили это приятным забота и пошел круг кива выходит его встречают но он зажимает значительно лучше чем джамбо кагами который ждал вроде как его на стрельбу сейчас выдвигается тима ноуки вы другие проблемы его и так убивают а вот ирокес ирокес сейчас в самой гуще событиями до шансов у него не было такой ситуации там и надо было двигаться вперед впереди целая тима столько глаз столько внимания шансов нет по окружности аккуратненько распределились людям никто пока не стремится форсировать переходить в центр кругом аккуратно лучше играть от зоны потому что непонятно где еще и сколько этих тыловых воинов но одиночки видите три человека здесь уже закончились на и тут перестрелки неоген услышал инфу получил пока что все пассивно я не думаю что сейчас кто-то будет как-то мега агрессивно играть потому что в этом просто потребности нет тут еще такая местность разношерстная назовем ее так то есть тут и горочки и кавры и хрен его знает и кусты даже есть местами и хрен его знает где там где люди то есть пока пристреливаются прислушиваются запоминают но запоминать особо нечего потому что да и круг нейтральный окей придется выходить вот этого насиженного места хорошего спускаться вниз из компаунда бруни и и поезду из будки тоже с крайне сложно будет выходить но и пока что опять же у команды которая зелененько в полном составе у нее ситуация получше потому что они хотя бы на горочке то есть у них есть более хороший обзор сдвигается поездом к неогену тиммейтом решают выходить не на зеленых хотя по случаю перестреливаются из карты вообще патроны не жалко хэвик мониторит до конца будку но попадают под рэджки под перекрестный огонь сейчас ему прилетит они там 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 рашит 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 прорашили древний транспортер двоих нокнул просто и поезда еле еле живой прячется за деревом не факт что он успеет подлечиться да он не успевает подлечиться потому что окружание идет его добивают три команды в результате как будочники то вообще живые не пойму а тут с левой стороны хэвик молодец обходит пытается угол взять гренки летят на все мимо 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 ну самая хреновая естественно ситуация у синих потому что они между двух огней в меньшинстве перед надвигающейся бедой хотя шнигу нокует он проявил неосторожность поздно реагирует но быстрее чем противник по стрельбе эронест и бронетранспортер да ё-моё что за стрельба такая остается только а ну как ну как так то а пытается поднять друзей слышишь там рашит хотя бы одного поднять хотя бы чтобы два в два было зря тебе не торопится если по них киллфит читали они бы поняли что там только один остался в живых не уследили то есть понятно одна тема закрылась а а по остальной там же ноги 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 там просто ну там сложно конечно в том плане что очень много событий происходит но у них реально было был шанс два в один сейчас три в два все подлечились перегруппировались все и были таковы я видел клейп как через стену торчал чувак нокнутый так его через стену и подняли киберспорт ради закидывают дымы судя по всему это дистракт был дымы направо сами уходит слева но кажется не обманули вообще нисколько гроза нанесла урон но недостаточный один в один ах и ранее все таки справляется ну да тут тут очень много зависит от реакции от реакции от качества зажима и в результате команды ранее транспортер али им кайлович которые до этой катке занимали второе место overall и это команда this one они точно поднимаются на первое место в таблице потому что там разница между первым и старым вообще было никакой тизерина и команду мы потеряли очень давно поэтому this one который на первой карте насколько помню очень хорошо отыграли в первой десятке но где-то в конце это 7 9 что-то в этом роде место они шаг за шагом показывают что играют стабильным стабильным так ждем пятую игру я прочитал сообщение от пользователя волосы на руке вот ну такое весьма пошлое сообщение у него зашел смотрю смурфы у него есть второй аккаунт называется он волосы на руках который был создан чуть позже но он семь лет где-то на гг нормально остается верен никнейму ну или как-то какое-то видоизменение произошло после после бана классно грязный федор убил двоих они все равно топ смысле да ладно да точно это же они двоих потеряли ёпрес это и вдвоем же затащили но это это очень конечно странно круто поразительно хава говорит перерыв 5 минут ей перерыв 5 минут что же делать что же делать может может игру сначала создать а потом уже как бы перерыв делать пусть зайдут не игроки не переживают а то сейчас что где игра что как а тут перерыв оказывается еще падение до всех игроков донес эту информацию я думал зеленую игру да да им говорит да не чё скоро норм игра зайдет вот играя 2441 не там там 2 команды четырьмя не было там три человека было четыре три два один было или четыре три два два потому что из кибетки двое выбегали последний я пока выясняю что за проблема что за проблема ли с вами были в топе на первой катке да давайте посмотрим сейчас мне казалось что так f2 сейчас секундочку f2 матч 1 а не на втором месте были потом на четвертом потом на четвертом потом на пятом не не нет это нифига себе ну то есть стабильно топ 2 топ 4 дает тебе топ 1 там очень серьезная ротация в у других команд вот и все сейчас они в четвертом заняли а 244 да 244 да 244 и и топ-1 пеки дошли в прошлых коллег сразу были видны фавориты здесь все ровно идет ну нет в прошлых именно в квалификациях да но сейчас же уже не квалификациях следующая фаза и тут тут разрыв между разница по уровню достаточно небольшая все она говорит гг ткой гг да да естественно у тизерина старладер судя по всему судя по всему поэтому скорее всего в следующей катке у нас кого то мы не досчитаемся в общем к сожалению а завтра разбраин кап будет не знаю но в любом случае он будет без меня кажется завтра не будет разбраин капа завтра окажется отборочный на голд если я правильно помню поэтому лучше уточнить посмотреть новости на гудгейме посмотреть что там наверняка по голду есть новость посмотреть в турнирах предстоящих что по русбрейну когда следующая квали анонсированы я понял что там что там что там да у тебя русский хуже чем у меня ищешь а я не буду спорить это это уже что там что там но не буду спорить они еще бивали как берсерки а сколько не килокс эти было на двоих там потому что порядка десяти по идее хотя не справа еще закрыли троих до этого еще стреляли достаточно долго с домов по полям по тем людям которые на мотоцикле там ехали потом убили хотя не я не знаю кто там убил этих двух кибиточников результате их вроде слева прорашили да их слева прорашили в общем молодцы неожиданное конечно продолжение с таким началом потерять на грязном федоре на дробовике двух человек на старте с половиной командовать а потом ты в топ выходишь все равно и в прошлые разы у них топа не было может быть им стоит ну что-то поменять свои тактики я не предлагаю отдавать игроков на старте но может быть они собираются мобилизуются лучше если какие-то сложности то есть к подсказывает может быть тогда не стоит дожидаться когда будет все плохо играть изначально так как в последний раз когда все еще пока что хорошо то есть явно не какую-то резерв был скрытый что не так хопа и врубили не все там дожили постреляли выиграли в меньшинстве а что было бы если бы их было больше игра еще не созданная негодую ничего ладно парибух скорее всего у тебя ростелеком наверное и все еще у нас есть проблемы с на стыке ростелека с мгтс к сожалению мы с этим пока сделать ничего не можем но зато ты можешь посмотреть на ютубчике на твиче ну или сменить провайдера делай пять минут нет около трех когда варик будет ооо ща альт обнимся бахнем варкрафт не забыл дир я не знаю когда варкрафт если честно то есть завтра голд вроде как повторюсь отборочные европейские кажется но я в любом случае вечером буду занят на поближе супер дупер мак это лучше сразу на почту либо на саппорт либо на майкер собаку ген точка ру то что требует реакции обработки лучше то есть это либо поддержка либо послезавтра рабочий день то в чате сейчас этим ну некогда заниматься темский игры часик фикс ком будет или устал ну пока еще не устал но у нас же впереди еще две карты паб g поэтому я не берусь сказать это еще часа полтора наверное пойду себе налью что нибудь бодрящего чтобы не заснуть это называется скидывает балласт хотя моник разрешение пара стандартных мониторов там 24 21 дюйм один ауковский довольно старенький черт знает уже сколько лет он обзор делал на него в свое время 44 герцем когда они только-только начали появляться а второй стандартный lg с и ps матрицей если стримить то конечно удобнее значительно удобнее с двумя мониторами как бы это почти минимум который необходим для комфортного проведения трансляции потому что в одном окне у тебя ну то есть в одном мониторе у тебя ростелеком никаких проблем говорит неоген да это только на одном стыке то есть это так создано понятно а я не зашел чем-то поиск не срабатывал по год и в принципе не заходит внутри игры так перезапускаю лобби очень странно что творится очень странно что творится а этом да ссори разрешение на убийство разрешение смешное слово вот что-то что-то говорил не по два монитора до один собственно занят полностью с этим тем же самым по g любой другой игрой на втором мониторе у тебя сопутствующие вещи б с чат skype в данном случае ли там браузер для того чтобы смотреть какие-то темы с тем же самым турниром вот но это как бы минимум вы возьмите ту же самую профессиональную стример шу понти там может у кого-то есть подчеркивание темп лар поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает ты же опытный стример стриме варкрафт и пабджи одновременно а там можно будет еще и по и к чему параллельный стрим пустить минус да не хватает времени на все но варкрафт вообще не убежит то есть это в него можно всегда вернуться и будет интересно и хорошо быстро на чай кто налил да я водички просто налил на самом деле решил до чая не ходить просто воды взял привет купер 07 10 когда сам больше час вот я не планирую участвовать турнирах по пабджи потому что это требует дополнительной практики подготовки сбора в данном случае команды переход на с третьего режима на третьего лица точнее на первое лицо и в принципе подразумевается возврат к каким-то тренировкам точнее к тренировкам даже не к вечерним покатушкам там фуфановском а именно чтобы начинается игра а именно чтобы там ответственно подходить анализировать тренировать стрельбу там все настраивать под себя чтобы четенько все было а во первых шутера это не мое для начала как бы еще когда во времена вот первого первого компьютерного класса и первых пентиумов 75 герцовых у нас было две игры первое это квейк 2 второе это старкрафт я хорошо играл на удивление и в квак вторую и старкрафт хорошо играл но учитывая то что мы с братом очень много общались в принципе брат старший 2 года все дела толковый директор фирмы сейчас на этаж ниже небольшая команда разработчиков вот у него он не гуманитарий короче говоря он хорошо соображает в плане точных наук и стратегии ему гораздо больше меня за лучше меня заходили то есть и мы с ним чаще общались не на тему там как в кваке пробеги там устраивать как по звуку ориентироваться хотя такое тоже было потому что игры это наша страсть в принципе и очень много времени мы посвящали именно обсуждению и планированию как лучше сделать как лучше победить но старкрафт тот же самый брудвор первый он уже тогда было понятно что игра многогранна и там столько всего можно было делать особенно когда когда из москвы там из бауманки приезжали бывшие выпускники школы они уже тогда ну там на два на три года старше приезжали мы мы общались там матушка работала с учительным информатики то есть общие знакомые тоже были вот и они приезжали и показывали как играют в столице пусть и в общаге бауманской но но как играют и сразу для тебя открывался новый мир просто потому что оказывается можно строить хату на пятнадцатом рабочем а не пул и это как бы меняет в корне экономику оказывается можно ну короче есть карты кроме хантерсов например тоже важное открытие короче я не по шутерам после старкрафта я перешел и много времени варкрафту посвящал но пабджи такая зараза просто зараза вы наверное знаете она чем-то на моб на мобу похоже в этом плане то есть засел и понеслась такая сессионочка безлимитная можно сказать безлимитная не ну ты так-то знаешь что поезд был просто лучшим событием субботы говорит дэмский из тех маньяков которые его прошли нужно элитный отряд делать да 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 а баланс от бизард будет в к3 так а что с балансом что сейчас нейтрон пришел показал что как бы за эльфов можно по-другому играть и все ты меньше тода слушай почитай интервьюшечку если думаешь что за эльфов легко нагибать просто садись и и выигрывай все турниры которые сейчас есть какие проблемы нет я думаю что нейтрон сейчас вырывается исключительно по старой школе потому что голова у него все еще работает и мотивация появилась поиграть а то что там патч не талонный это он столько уже по этих патчей пережил этот эльф из владивостока интересно какое количество пользователей понимает вообще что я говорю сейчас ладно поехали опять круг что что с кругами посмотрите и вот так шатает просто шатает эронесто подрезают раз так давайте посмотрим что у нас по текущему топу долин транспортер вот кстати они сразу потеряли одну и одного еще товарища нумерую топ-1 эраке самый токсик эраке самый токсик 2 и топ-3 тизерин кажется топ-3 команда у них было не просто не сложно запомнить да тизерин блин я не могу до тизерина добраться ща 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 блин не получает а тизерин здесь же у меня уже выделен такой дурак хорошо так здесь опасный момент гриффин сан пьет энергитос ваше здоровье а и бегать я думал что он услышал что у него сосед есть окажется о нем знают а он а он не знает вижу ооооооооооооооооооооон он битый он битый блин там аптека он фулл буст зачем-то сделал а нет все успел пытается дружане спасти Слышишь, что идет поднимать Вот это да Неплохо Неплохо пострелял Неплохо постреляли Так, в Георгополе нормально Там пересечения не будет Эрокез с тиммейтами тоже распределились Проблем никаких Точно зараза, говорит, Wild Rock Поэтому я смотрю, как играют другие PUBG Ни разу не играл мне сам Вот, это правильно Не стоит, не стоит начинать Поэтому я, собственно, иксчем и попробовал Большую войну начать Потому что Игра полезнее, эмоции интереснее И челленджи там больше значительно Стримы интереснее получаются Так, Ешка едет Но Тут Осматривается Думает, есть тут кто? Нет Никого Видит груз Опа Криспикс очень плохо пострелял И все И минус нули его Минус нули убили В ясной поляне Джой Кряк опять пошел охотиться Блин, Джой Кряк реально ходит охотиться за этими За топами Опять он Да, вот, поохотился На тебе, на Подлец Аля, мужик, давай, мочи его Мочи его, да-да-да Блин, как же хочется включить этот чат Послушать, что они там говорят Наверняка Пару ласковых там Ну реально Чувак падает Специально ловит Казнь Не, явно там что-то говорит ему Про маму Про папу На, скотина Хорошо Так Песочное большинство понимает, что ты Угу Песочное большинство Хорошо Хорошо Хэвик Терпеливо ждет, когда мимо него проедут люди Причем он не топает Просто сидит в бункере такой Медленное лутание такое Собирает аккуратно все Да, и очень-очень сложно будет найти вот в этих местах Ну хотя в прошлый раз справились как-то И уместились где-то в кратере Где-то в мелких домах Нет, тут много точек Так, тамин транспортер Все-таки они Пережили этого Зигзага Макряка Самый токсик команды 17-я тоже И Тезерин Увы, в меньшинстве Но из-за того, что там откалываются люди Проезжает Кива Кива ранен У Кива проблемы Кива мансит Ай И все-таки В голову прилетело от Вульфа Вульф Возвращается в компаунд Добивает Добивает Кива Тут тиммейты подъезжают на баги К своим К своим друзьям И в остальном все ровненько Все ровненько Песочное большинство Занимают домики Очень странно разделился Вульф, Свифт В смысле Леванта и Нуки Они прям То ли Они продолжают лутать И сдвигаются То ли У них изначально такая страта Распределенного Даже не лутания А передвижения Может быть у них просто Нет транспортного средства Они пытались найти Но не получилось Речки заезжает Приморск, кстати, абсолютный Как вы видите Вообще Опа-опа-опа-опа Речки проезжает Опять у меня наушники Не то, что неправильно одеты Но здесь Обсбак есть Леванта высаживает одного Мям тоже под ударом Блин, как же сложно Здесь проезжать, а Речки тоже пытаются уехать И третьим едет Уже по пристреленной местности На УАЗике Вот делаю ставку Что он не доедет просто Поехали Тот же маршрут Пока все идет нормально Блин Ирокез Энигма Плей нокает А тут какой-то раш идет Оооо И там сзади еще с горы Ё-моё Вовкин заходит Последний из оставшихся Сейчас будет добивать Оооооооая Ах ты су-ка Ах ты сучок Два в два Поднимает Грин Йоа Эти подтягиваются Кидается гренка Хороший дилей вроде Очень хороший дилей Ой, только не докинул Нуууууу Вовкис уходит Грин Йоа Пытается долечиться Очень вовремя лечится Но Ну в смысле успевает начать стрелять, но, к сожалению, никак. Не получается ему нокнуть. Вроде стрелял, но как-то странно. Аля ГГМ едет. Противоречивая информация поступает. Кто-то говорит, что это мужик, кто-то говорит, что это девушка. Вот сейчас Санчос написал, что это девушка. Я не проверял, если честно. Поэтому сказать не могу. Имя женское. Кто там сидит за компом? Сказать сложно. Лонг нейм. Бедолага. Едет. Приехал, что ли? Нет, он ехал, а потом хоп развернулся и в другую сторону поехал. По нему начинает стрелять. Может, он увидел открытую дверь. Может, он увидел припаркованную машину. Не знаю. Может, он спалил на карте. Приморск абсолютно не конкурентный. Драньетранспортер Миколаевич за пределами круга. Это не последний, кто там остался. Люди распределяются более-менее равномерно по карте. Приморск маловероятен, кстати, в принципе. Так, Али едет. Все пытается найти себе местечко под солнцем. В общем-то, нашел. Непопулярные дома. Спрятал мотик. Все хорошо. Пока что идут только перестрелки. Единственное, что сейчас может кто-то вылезет, заедет тот же самый Зейн, например. Вот он едет на Уазике. Проезжает по правую руку от него в компаунде. Люди. Он проезжает спокойно, без особых проблем. Дальше, скорее всего, горочка и кратер. Отсюда можно уже работать. Конечно, здесь никого нет, но надо уже оглядываться, смотреть. Новый круг логичный. Весьма. Без такого... Без какого-либо перекоса. Ищет лодочку товарища Сосновки. Че, не нашел, что ли? Он смотрит, есть ли рыбаки на мосту. Болеутоляющее принимает. Здесь вот Джамбокагами... Ай! Вынуждена остановка. Пижамный дядя проезжает мимо. Ну, пока никаких проблем. Фэй тоже по этому, по берегу. Там даже при всем желании ты его тут не увидишь, потому что он за этой горкой находится. А, вот здесь проблема у Шниги. Скорость безумная была. Там 133 километра в час. хрен попадешь. Но вначале попали. Когда он совсем-совсем-совсем близко был уже. Пытается он где-то припарковаться, но мы с вами видим, что везде плохо. Сталк приехал, посмотрел, что там все занято. Шнига была к нему, но опять же занято. Кружит, пока думает. В общем-то, холмик неплохой вот этот вот. А, Сталк решил занять Гарри Поттеровскую вышку. Ой, опасно. Ой, опасно. Разделяются. Разделяются. Не хотят в одном месте, потому что тут ну, таких мест, которые прям ты сидишь и обороняешь вдвоем вчетвером. Они уже все заняты, короче говоря. Уже все заняты. Шнига все-таки не оставляет надежды найти где-нибудь себе теплое местечко. Ой, опасно едет. Очень опасно. Выезжает кое-как. Приезжает к тиммейту. Лечится. Лоннейм Ку-Ку тоже. А, он на груз может, кстати, съездить. Легко. Там два груза падает в Приморске. Приморске никого. И на пирсе высадились сосновщики. У них тут отвратительная позиция. Не знаю, как они будут по этому причалу проходить. Мало того, что они тут на... Ну, они в открытке фактически. То есть почти всегда простреливаются. Пробежать по пирсу... А, они даже не знают, что здесь кто-то есть. Сейчас узнают. Да, колючий... Колючего нокнули. И они не могут отсюда никуда, понимаете? Вода не позволяет тебе безнаказанно куда-то уплыть. Тебе просто по камням нужно идти, идти, идти. А тебя тут закрывают. По крайней мере, у врагов есть какой-никакой угол. Правильно делает гипс... Гипсеринг, что высматривает с другой стороны. Вот. Есть определенные риски, если там в голову получить. Но, в принципе, проблем больше у людей, которые на... на этом самом пирсе. Ой. Не самое удачное место. Еще не факт, что поднимешься. Ну, вроде можно. Не знаю. Но угол нужен. Правда, друзья, тебя не поднимут, если ты... Ну, здесь-то можно подняться. Ну, точно можно. Зазуминал, смотрит. Слышит коряк. Видит человека. Блин, опасно. Да, в его сторону прям смотрят. Так, очень высокая концентрация людей на горе. Сталик прям выдвигается в сторону Али с командой. Туп-1. Между прочим, СНГ. Сталик... Ну, он вообще не понял, откуда. Ну, то есть, не сразу понял. Ему навешали с фланга. С фланга стягиваются его друзья. У нас тут три в три. Давайте посмотрим, как работает топ-1 коллектив. Увидел. Загнали сразу Шнигу под шконку. Справа идут поднимать контрольный гренков. Вот, обожаю такие моменты. То есть, ты по звуку даже можешь кидать эту гранату, чертову. Правда, промахнулись всеми гранатами. Не добили человека и оставили себя в тылу. Но они Шнигу в этот момент рашат. Видит, 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 видит. Аля прикрывает. Убивает. Ну-ка, так-то. Сталик битый. Здесь прокидывают гренками Шнигу. Пытается увидеть, где там что-как. Да, убили Шнигу. Остаются три в два. Уже у них большинство. Убить, чтобы не давал инфу. Слышат, но это вообще какие-то левые люди стреляют с глушителем. Помнят про Нокнутого. А Нокнутого бросили просто. Все там сваливают люди. Убедили, убедили, что нельзя сражаться. Питеряли двоих, никого не убили, все свалили. Попадают, правда, еще под перекрестный огонь. Ну, по Сталику стреляли, по крайней мере, вот с горы, точнее с Куэри, но он ушел под ХГшку. Еще слева у него люди здесь. Ну, дистанция, опять же, приличная, так что не факт, что его Нокнут. Фай собирает Фай собирает АУК. Ну, и Т3, соответственно. Тут меняются чем-то. Подбираю, типа, то ПВМ-ка не нужна. Ой, смотрите, сели на три транспортных средства. Макрилович, дренетранспортеры и Аля. Так, тут Голд Би убили. Два в три. Давайте посмотрим. УМД Ш. УМД Шечка. УМД Шечка. Блин, ЮМД Шечка. Так, Хэвика бьют. Ешка. Нокают на... Ну, здесь сейв, вроде как. На всякий случай кинули дым, но там похоже на безопасное место. Разве что можно покоцать мотики? Простреливают просто дым, понимаете? Просто дым. Дым, дверь, на всякий случай. О, здесь заруба. Отступает к своему тиммейту. Здесь два в два, но Watchful мешают еще люди, которые с той стороны. Но это... Он обречен. Дистанция очень большая. Хотя вот сейчас оп, спрятался за большую. Он обречен называется. Добежал. Хотя, еще, кажется, кто-то сзади по пятке стреляет. Он успел вылечиться и получил по пятке. Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да. Давай. Третье место обещает какому-нибудь аутсайдеру процент от вычера за то, что они будут гадить на старте первому и второму месту. Но это, конечно, чисто гипотетически. Чисто гипотетически. Сидим в будке. Тизерин еще за... Что? АВМ? АВМ Х8. О, Тизерин. Ноль киллов у него с... Ифаем. Но они в топ-3. Да? Да. Они сейчас топ-3. Еще живы. Правда, 13 команд еще осталось. Сейчас самая жесть начнется. Надо выходить из города, надо перегруппироваться. Тяжелая ситуация у людей на востоке. Уотчфула все еще не выпускает отсюда. Все-таки простреливают. Твиз. Твиз. FF Твиз Зизи. Здесь поехали Рэджки и Мэйн. Мэйн. По берегу пытаются мимо проехать комп... Ой-ой-ой, прям по границе. И чудом просто. Ну, это как чудом. Просто по ним их не видно с той стороны нормально. Им нужно на горочку, друзья. Вот сюда вот куда-нибудь. Раз, и отсюда можно работать от круга. Али, тизерин, извините. Тизерин с калашом. FI хэдшот ставит. У! Блин, так промазал. Обидно. Плохая ситуация. Прикрой, блин, FI! FI идет. Его видит тоже. Нет! А-а-а! И сзади еще поднимают. Один в три будет. Тизерина забирает. Как пикается. Время не на него работает. Блин, Тизерин сам виноват, блин. В открытке стоит, но рассчитывает на то, что хэд поставит. Взял еще выше из FI и убегает отсюда нафиг. Понимаешь, что там минимум трое. Ой! Такая высокая плотность людей. Посмотрите, маленький круг и огромное количество разноцветных. Так, самый токсик. Нокает одного, простреливает соседнюю горочку. Пытается добить Диму машину. Спасать дружаню это была плохая идея. FI убивает FI убивает одного. Второго. Мэйм остается один. Видит его. Видит его. Видит что ты делаешь? Ее! Минус три! FI мстит за Тизерина. Тизерина? Да, Тизерина. Убивает троих в результате с АУГА. АУГА. Ё-моё. Ой, тут тут рашит, 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 рашит. Ее МДшечка. Дронный транспортер выходит. Его слышат. Ай! Там круг идет. Успеваем. А где второй? А, он наверху, наверху. Забей. Дым. Поднимаем. Ну, это, собственно, Аля с остальными. Одиннадцать команд, двадцать четыре человека в живых, огромное количество потерь. Очень много одиночек. Раз, два, три, четыре. Фай тут по... Ну, у него все хорошо вообще с Квипом. Т3, АУГ, Х6, все есть. Блин, какой же круг жесткий. Ну, там есть, типа, вот эти вот две бодочки на вершине горы, но... Это место даже оборонять сложно, особенно в такой ситуации, когда враги вокруг. Пижамные дяди, на них выходят с плоем четыре человека, неоген. А видно, видно, прям видно, видно. Ну, нам-то видно, потому что, блин... Да, они не ожидали, а так... Ну, как, как, как? Как? Блин, не добил. Ну, тут честное превосходство. Плой бедолага сразу уходит подальше, бросает друга своего. Пижамный дядя вылечился. Вообще, ему нужно садиться и ехать вперед. Просто вот, если бы он знал, что, да, он садится и едет вперед. Странно, что он выбрал баги, а не УАЗик. Видимо, там есть какие-то проблемы с... Да, его взорвали, кажется, только что. О, а домик-то в круге. Капец, там жара. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще рашет зеленого последнего. Дрейн-транспортер. Тот выходит по горам, как козел. Пытается упасть, спуститься, точнее, аккуратненько. Левант Свифт нокует его справа. Минус еще тима. Нукис, Леванте, это топ-5 текущий. Умирают на десятом месте. Здесь самый токсик закрывает, пытается закрыть. Фай уже в круге, ничего себе. Плой не добегает, чуть-чуть колючий его последней пулькой коцает. О-о-о, да тут у нас грязный Федор еще разок определился, объявился, объявился точнее. Как он лежит, а как он лежит. Самый токсик Мансит, как может, но он там хорошо просматривается сзади с горы, только зелень сейчас, видимо, спасает его от неминуемой. Нет, горочка, скорее горочка. Сзади падает еще аэрдроп под Сталика, под Зейна. Пойзен убивает, добивает команда минус. Лонгнейм выходит на Фае. Фае! Смотрит туда, не смотрит. В кусте Фае лежит. Тихо, 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 тихо. Прошел мимо. Гага. Лег. Серьезно? Серьезно? Фай. А че не стрелял, когда он развернулся? Скорее всего, из-за того, что зелени слишком много. Аля нокает одного. Они сейчас будут спускаться. А там грязный Федор. Тут еще целая тьма выходит на Лонгнейма и на двух кустарных воинов выходит. Блин! Смотрите! Во! Раз, два. Лонгнейм, пупу. Зажимает раз. Бедолага, не выдержал. Ну че, удачи тебе. Ай-яй-яй-яй-яй! Убили! Но Фай держится пока еще. Пока еще держится. Так, идут смотреть. Тот сразу умер. Ничего страшного. Лутает. Ноги торчат. У тебя голые! Все, пошли дальше. Жуть! Так, четыре, один. По ним начинает работать. блин, фай, таким, таким. Включай его с чат. А можно, кстати? Давай, сейчас. Так, раз, два, три, четыре, пять. до лута вот здесь. Но я не слышу их. Мне кажется, что я не услышу в обсмоде это. Я пока отключу, вдруг меня будет слышно. Так, фай живой. Пытаются люди зайти в зону, но самый токсик один тоже лежит. Здесь Аля очень близка к этому грязному. Смотрите. Ну как, прям по карте близко, а так над ним. Фай должен выходить. Фай выходит. Старается не топать. Так страшно. Самый токсик тут лежит, смотрите. Мимо него сейчас будут пробегать прям. По фае стреляют. Вообще мимо. Господи, как же эти кучкуются-то странно. Фае простреливают. ГГ. Да, ей зона. Ах! Там попали очень мало. Сталик тоже минус. Самый токсик лежит. В этот полежун все еще живой. Колючий, пытается прорваться под дымами, но как-то все очень плохо. Справа стреляют, слева стреляют, но вроде сейчас здесь уже нормально все. Успеет поднять? Успел поднять! Поизон спас своего дружаня. ненадолго, правда, тем не менее, но знает, куда бежать, где безопасно. Добежать до своих и будут прикрыты от... О, здесь Микайлович один. Пытается отступить и вылечиться. А что он так далеко-то от своих ушел? Нокнутый уходит. Дым пошел. Поднимает. Да, решил нафиг надо. Самый токсик живой. Этот товарищ все еще ползает. Ну, его сверху не видно, да, каким-то макаром. Каким макаром ты его увидишь? Оттуда люди заняты, они не смотрят. Они как только смотрят, получают сразу, а те, кто на горе находится. Новый круг очень гадкий. Не спрятаться, не скрыться. Муви нашел самого токсика. Самый токсик пытался. Тут же повернулись в ту сторону, откуда стрельба, потому что они в шоке были, потому что буквально в 20 метрах от них человек стрелял. Сразу гренку на всякий случай, а вдруг там еще живой. Контрольное все в пределах. Вообще такие суровые ребята. Главное, по карте сразу видно так раз, как гуси сразу разворачиваются, что происходит. Да. Так, Дэд Фокс. Ну вот сейчас придется по лежану ползти, но он ползет, ему не привыкать. Ай. Ну и все, долежался. На, 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 на. Да ладно, еще живой. Случайность там. Он опять лег на дороге, я думаю, ну как, ну тут нельзя жить. Ешка идет, лутает. О, хорошо, пошла Хаешка от Ешки. Смотрим, как летит. Опа! Опа! Чудом выжил последний и убил. Хорош! Ешка хорош. Шесть киллов. Тут Макайлович и дронетранспортер выходят с тыла. Очень плохая ситуация у тех, кто под находится. Тут нет каверов. Вообще, Зейна нокают. Кайлович тоже пытается спуститься, но здесь реально очень все плохо по... Хотя тебя в спину могут расстрелять, Да. Смотрите. Он успел лечь. Может быть и не... не видно его. Да, уже не видно. Уже не видно. 3-3-1. Кайлович 1 пытается дойти. У него отвратительная позиция. Хотя... Подождите. Аля, Аля, Аля прикрывает, стреляет, нокает одного. По стрельбе, конечно, очень хорошо. Кайлович подходит. Хорошо зажимает во второго. Остается только Ешка, но он жесткий. 7 киллов у него. 7. Из 10. Оооо! Мини голова-голова. Аля ГГ сколько настреляла? 8 киллов. Все, и остается один ползун. Кайлович пытается понять, где может быть враг. у врага 0 киллов. Это Если сейчас падает один, он спину зажимает Падает второй, спину зажимает Потом один в один на рандоме Так можно Они, конечно, догадываются, где он Осматриваются Микоя Ловича нокает Ой, какой зажим был отвратительный У нее патроны, кажется, кончились просто Да И Аля ГГ, топ-1 прошлый Вдвоем заняли Еще раз подряд занимают первое место Хотя им там приходилось с севера, помните, через Куэри Так двигаться жестко, так убивать одного за другим Поэтому спускаться с этой горы тоже Не самая выгодная позиция Но это уже гарантия То есть у них до начала этой катки Разница была в 400 очков От второго места Это Ирокес, Велес, анимак Вот Токсик плеер, самый токсик А сейчас Они точно проходят в суперфинал Точно, абсолютно Я с удовольствием посмотрю, конечно На то, как они там будут Будут играть С хорошими коллективами С лучшими коллективами С профессионалами Ешка тоже порадовался гранатой Очень качественно прорашил Гуд лут Да, оценили как раз пацаны в часике Только дошел сигнал Уже создана карта Спасибо Хаваку за судейство Такое хорошее Оперативное все Была пауза Там один из участников В прошлый раз попросил 5 минут паузы Из-за этого затянулся старт предыдущей игры Но тем не менее Очки обновляются очень оперативно Картин у нас с вами К началу следующей катки Уже за предыдущие карты есть Биндим Соответственно фаворитом Из-за фаворитов И за ним пристально следим И да Это Это была очень мясная катка С неплохим количеством Красивых моментов Ну По крайней мере Товарищ Фай Помните Как он троих принял с Ауга Потом как он жил Как они там ползали Один ползал Второй ползал Один не выдержал И Спалился И команда Расстреляла его Второй держался до конца И только зона Его там покарала Еще стрельба Мог еще пожить Мог Последняя шестая карта У нас сейчас были Друзья Последняя Собрались силами Участникам удачи Даже если вы не попадете В Ну В топ 3 уже понятно Что не попадете Никаким макаром Желаю вам не сдаваться Все таки бороться до конца Потому что видите Здесь Противники серьезные И с ними играть сложно Но интересно Нет Последняя пустынная карта Просто закончились Патроны Ну я так и понял Да Другая двойка Выжила Можем им 2-2 играть Да это кстати Хорошая тема То есть если Если они себя Комфортно чувствуют В В двойках То почему нет Там некоторые товарищи Вот Этот Ну Он вообще В Соленово там уходил На двоих там обходил Как там Не знаю Я думаю что они просто чувствуют Что играют лучше И позволяют себе больше чем нужно А когда их припекает И когда возникает ситуация сложная Ну типа как Половина команды минус на старте игры То они не собираются Начинают уже играть Гораздо более собрано Не так агрессивно Аккуратно И все равно достигают результата Кто выходит в финал Финал Суперфинал Это как бы Такие уже Предварительные финалы Можно сказать Выходят Всего 3 команды Из Ну из 20 Кто вот Прошел в следующую фазу То есть 3 по 3 9 команд Действительно лучших По итогам 6 карт То есть Вспомните вчера Какие были Финалы И посмотрите тоже сегодня Одни и те же Приблизительно Одни и те же Люди То есть Где-то топ Топ 4 Топ 5 Особо не меняется То есть Они там ротируются Друг с дружкой И как правило Выделяется все равно Одна команда Которая Которая стабильнее Остальных Занимает Первое место Во Во вчерашнем Там тоже вроде Отрыв был хороший Сейчас посмотрю Итог Нет Там Там две команды Было То есть Залетим Липкис Смейль Морф Рмак И Милки Уэй Павлушка Гей Тот самый Финик СХС И Овстрин Хотя нет Я вру Топ 3 Тоже очень близко А вот Четвертое Пятое Места Они уже С колоссальным Отрывом Шестое Седьмое Так вообще Там Там потери По 300 По 400 очков Шаг Такой Вот здесь Явно команда The Swarm Которая По результатам Четырех Карт Уже Опережала Второе место На 400 очков Сейчас вырывается Еще сильнее Вперед У меня есть Промежуточные Точнее Не промежуточные Да Результаты По 5 Картам Уже Команда The Swarm Сейчас Перенесу Давайте Посмотрим С вами На эту Табличку Кривую Но Зато Очень Информативную Сейчас Так Вот Команда The Swarm Как раз Дронетранспортер Макайлович Алая И Аэронест 2130 38 очков Не самый результативный По стрельбе Потому что Ешка Татарин Дэдфокс И Муви Настреляли Даже на одного Человека Больше Но Чаще Входили в топ И Дэдфокс Что там У нас Ничего Команде Присоединиться Это Это успех Это уже успех Спасибо Не надо Вот То что они Выделены Желтеньким Это значит Что они Одерживали победу В своей квалификации То есть Свифт Первое место В своей квали Свом Первое место В своей квали Юник Испорт Это серебро Аянгейминг Тоже Четвертое Шестое Восьмое место Соответственно Ваевиктис Испортс Айфай Которые там С тезерином На пару Ползут В топ 3 Пытаются Но вполне реально Смотрите У них Разница Вот как раз Между Вторым Вторым Третьим Четвертым местом Она совсем Незначительна Особенно между Третьим И четвертым То есть тут буквально Сколько это получается Тридцать шесть очков Между ними Тридцать шесть Или двадцать шесть Двадцать шесть Двадцать шесть очков Между вторым и третьим Да Чуть побольше Там девяносто Но Отрыв между Первым и вторым Две Сто Тысячи четыреста То есть Дисвом проходит Даже если они вылетают На старте То есть в любом случае Они будут в топ 3 Потому что Ну не заработать Такое количество очков За одну катку Просто не заработать Там Тебе нужно Восемьсот Восемьсот очков Заработать за каточку И Причем это нужно Сделать двум командам Чтобы они тебя Догнали Обогнали А не только одной Поэтому Дисвом Заслуженно проходит Дальше У меня лишь вопрос Как они будут играть В шестой карте То есть Будут ли Продолжать Пытаться доминировать Или сыграют На минимально Возможный результат Чтобы вообще Исключить какие-либо риски То есть зайти Грубо говоря Там в топ 10 Где-нибудь в конце И все Но мне этот вариант Не очень нравится Если честно Потому что Потому что И практики меньше Такая позиция Более слабая Если они уж готовы Нагинать Они должны Продолжать это делать В общем посмотрим Количество участников Становится К сожалению Все меньше и меньше Люди откалываются Ну Остаются лишь Сильнейшие Уэрвульф РМ говорит Чемандр PUBG Это топ конечно Часик Ждет суровой войны С инопланетянами Отсюда Ты пропустил Сегодняшнюю трансляцию По их с чем В 12 часов начали В 12 часов начали В 6 часов закончили Прошли поезд Без Одними леммингами Это был Сумасшедший Сумасшедший челлендж Два танка И Пять человек С пистолетами И пулеметами Без какой-либо Точности С гранатами Дымовыми С светошумами Прорвались по поезду А им весело В спину Стреляли мутоны Мы двоих людей Потеряли Я прошел эту миссию Изи А как тебе спойлер Потому что не надо Пропускать трансляции Ждет он Икс чем Плохо ждешь Проанонсировал Вчера говорил На стриме Что сегодня будет Днем продолжения Лаки бой Говорит ползуны Переживает порой Более сильных Ну тут определение Более сильных Надо давать Потому что Игра сурова И фактически Побеждает Тот кто Набирает больше очков По правилам Ну или кто например Более высокое место Займет Что значит Более сильный Если ты умер раньше Значит ты не более сильный Посмотреть Или пересмотреть Как раз Вот фильм Этот Голодный Нет Голодный Игра Блин Как Королевская битва Так и называлась Она Оригинальную версию Там Физические параметры И качество стрельбы Не означало Что ты Добьешься Успеха Как бы Каждый выживает Как может Понимаете Как может Если ты Вот два человека Один лежит Второй лежит Бежит четыре человека Вот Все Один Оценил ситуацию Понял что он не выстоит И решил даже не начинать стрельбу Да это риск Если бы его нашли Он бы сражался С полным сквадом А не с тремя людьми Но В результате Так За что удали людей Мы ничего не делали Как бы тут Сами откалываются Просто тяжело На самом деле Играть В таком напряге Большое количество матчей Может быть Планы какие-то появляются Вот Поэтому Так Ну давайте Пронумеруем Так Ирокес нам нужен Да Ирокес нам нужен Токсик плеер Стоп 2 Ирокес Ешка Татарин Дэдфокс Муви Сейчас наверное По актуальной Более актуальной Таблице Возьму Да Ирокес нужен Ешка тоже нужен Ешка Татарин Так Аля Топ 1 Ирокес И топ 3 Пытаюсь найти Друзья Татарин Нашел Давайте Ешку Лучше Что он Какой-то Какой-то Псих Ну стрелял Много В прошлый раз Помните Гранат Красивый Кинул Подрашил Хорошо Ешка А Удалили В смысле В таблице Написано Удалили Я не знаю Я правда Не вижу Что там было Такое Написано Там видно Как команда Откалывается То есть Там Прям Поезд Был Отменный Лак На максимум Какой Лак На максимум Это Мазл Часто Мазл Полетели Друзья Ну что ж Последняя Карта Давайте Соберемся Наберемся Сил Выдержим Завтра Конечно Значительно Будет Проще Потому что Полдня Я проведу На отдыхе И вечером Приду Уже Такой Свеженький А сегодня Учитывая То что Стрим Идет Уже Больше Десяти Часов Еще Какой Икс Чомовский В королевской битве Парень Я крышкой От кастрюли Да Затащу Для своего Времени Конечно Безумный Фильм Был И по концепции Смелой Весьма И по Качеству Съемки То есть Пересматривали Там Я не помню Пару лет Пару лет Назад Наверное Пересматривали Чувствуется Что Да Он старенький Да Там графон Да Есть смешные Моменты Такие Несуразные Но Все равно Очень хорошо Снят Так Я вижу Что Да Вот Вульф Криспикс Они Импалу Любят Очень Помните Тоже Разделялись Криспикс Еще на Аирдроп В прошлый раз Приехал Людей Там Обнаружил Умер На старте Но Ничего Бывает Неоген Понятно Здесь Понятно Пижамные Дядя Тоже Ясно Куда Они Упали Скорее Все Сан-Мартин Будет Да Аля Поехала В Сан-Мартин Они Отдают Предпочтение Раз за разом Сан-Мартину Несмотря на то Что их Там Пару раз Застегали Врасплох Если Вы Удалили Там Сокращенную Сделали Замену А Я понял Где-то Удалили Хоть Убейте Не вижу Да Вроде Как Замены Там Допускались Насколько Я понимаю Перед Перед Финалами Какие-то Заранее Если Обговорить Не пропустил Трансляцию Жду Продолжения Говорит Вэрвульф На поиске Это был Прямо Лицей Ну Планетян Да У меня Просто Когда тебе Нечего Делать То Стоит Только Подручными Средствами Хоть Плюнуть Но Мутон Один Не простил Мутон Утерся И Как бы В спину Разрядил Терра Бронко Компо Милитар Ну Я вижу Лонгнейм Ку-ку Там Тоже В одиночку Его дружа Неинтересно В игре Нет Нет Он все Остался Он Остался Один Ну Может Не прогрузился Конечно Еще Его Друг Но Ладно Да Даешь Интервью С Алей Винером Что Девушку Хочешь Послушать Да Или понять Это девочка Или мальчик В общем Заинтригован Да Заинтригован И тег У нее ГГ Тоже В конце Хорошо Наш Человек Так Значит Аля Эракез А Они здесь Да Нет Это Там Ешка Как раз В Пикадо Айракез Разделились Уотер Трэдмонд Там Всякие Ну Здесь хорошие домики На самом деле Ангары Уотер Трэдмонд Опять ангары Ангары Домики И очень много Транспортных средств То есть Отсюда Выпираться Достаточно Просто Получается Он уже выбирает Уже Вторая броня Он на нем Правда Каски Нет Шлем Сейчас Возьмет А Или Это Кастомизированный Шлем Ак 1 Ок И 10 Часов Мало Набираем Сил Для Дредноута Блин Там же Дредноут Дредноут Миллионы Лерия Надо С броней Туда Ити Обязательно Ладно Собрались Все Давайте Апабджи Апабджи А что Пабджи Люди Лутают Что с них Взять Никто Не Стреляется Пересечении Конфликтов На ранней стадии У нас нет Хазенду Тут Подлутывают Ангарчики Тоже Рядышком Эти Вот Наши С Соколиком Время В эксчем Считается За отдых Нифига Себе Считается За отдых Там Так Потеешь Такие Нервы Опять Я про Эксчем Ой Ну в общем Если кто-то Смотрит Пабджи И не знает Что такое Эксчем Зайдите Просто Посмотрите Там Лонгвор Эдон Мега Сложно Ооо Рэджки Разбился Но я хочу Посмотреть Бластон Вообще Встретит Человека На бусике Нет Сколько Крови Вылетело Рэджки Разбился Кто Виноват Как вы Думаете Вот он Виновник Где-то 9 киллов За Вчера И сегодня Мы уже Говорили Что По киллам Мотоцикл Он Выше Среднего Игрока Получается Если брать Мотоцикл Как бы Один Один за все Что трехместный Что двухместный Вот он Как бы Ездит Вот он Люди Падают С него Он Очень многих Людей Нокнул За это Время Гораздо Больше Чем Средний Среднестатистический Игрок Что Неизменно В каждой Катке Пара Человек У него Юмпа С глушителем И с Х4 И стреляет Он на дистанции Где-то Ну с Метров 120 130 То есть Ситуация Что Юмпу Уже Не слышно Что Рэшке Все уже Он Он Умер Как он Так быстро Заблидаутился О Фай Там Нокает Да ладно А Он просто Сюда приехал Бедолага Я понял Вот То есть Стрельба идет уже на такую приличную дистанцию Ну то есть Там метров 120 Повторюсь 130 С Юмпы Не комфортно Стрелять С точечными Если Ну ты обычно Зажимаешь с Юмпы Это оружие другого класса Но благодаря тому Что есть Х4 Ты попадаешь Одиночными Попадаешь слабенько Но пофиг И главное Люди вообще не понимают Что происходит Потому что Юмпу с глушаком Одиночный выстрел На таком ринже Уже Практически не слышно То есть По сути Это ВСС уже получается Какая-то Ну Тоже на девяточках Вот ВСС конечно Пожестче в этом плане Потому что Потому что Ее совсем не слышно Потому что Одновременно с пулькой Пролетает Тебе и звук От От стельбы И разобраться Откуда стреляют В таком случае Конечно Крайне сложно Когда первый раз Смотришь битву После знакомства В же ощущения Вообще другие А ты Ты смотрел ее После PUBG Я ее смотрел В детстве Наверное В году В 95 В 94 Тогда Когда вышел Как раз Вышла вторая квак Ностальгия Впечатления Так Упал груз Мы видим Но Что-то на него Вообще Никто не собирается Тут Опасная ситуация Потому что Три пешехода С грейвьярда Сдвигаются ВМДшечка Тут Ну Вроде как Он озирается Но По движениям Непонятно Вообще Что он Что он думает Куда он идет Он вообще Очень странно Двигается Как будто На клаве играет Если честно То есть Вот так Аккуратно Очень мало Двигает мышкой Очень мало Поворачивается Так медленно Еще Пытается уехать Подтягивается друг Да как так-то Выходит О Нежданчик Ну зачем Добивать И видно Что выходит Человек Ну епперс Ты За очками Полез Полез за очками И все И не справился Аля О Они в кои-то веки Вчетвером Живыми выбираются Из Сан-Мартин На трех Транспортных Средствах Вов Карн Говорит В реале он Сколько нокает Меня тоже нокал Блин Это грустно Конечно Потому что Аварийность у мотоцикла Действительно Очень высокая Там такой рандом Местами Местами от Скилатова Его ничего Не зависит Макайлович Уезжает Правильно делают Что избегают Контактов Люди занимают Ой Врезался Непонятно Как Пока что По стрелушке Издалека Близких Таких встреч Нет Из Лос-Леонос Постепенно Выходят Выходят Люди Так Аля Поднимает Мотик Ракет Живой Ешка Тоже Ешка Там Из Пикады Выдвигается Да Айрокес Запамятовал Айрокес Вообще На севере Да Они абсолютно Сейфово Безопасно Собирают Собрали Water Treadment Хранилище Это Собрали Вокруг Домики Вообще Без Особых Проблем Вот здесь Намечается Встреча Gold B Сталка Выходит Сзади Ну как Сзади С этой стороны Бежит Не знаю Знает он Или не Увидел 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 У А его увидели Не он не увидел Сковорода Одну пульку впитала Но И на Ой на звук Сейчас будет выдвигаться Аля с Тимой Макайлович Поехали Да они играют Что-то очень агрессивно Они могут себе это позволить Пекари стреляют Но сейчас лучше не отстреливаться От пекарей Потому что шуметь лишний раз Когда ты выходишь на стрельбу Это Это опасно По ним стреляют справа Это очень издалека Мы видим тут Дистанции метров 600 Привлекает внимание Шнига Это очень на руку Конечно Вот Потому что все Начинают смотреть Именно в ту сторону Хотя нет Киё Кажется может увидеть Да видит Видит людей Предупреждает К вам выходят Сзади Ёпор СТ Эти сразу Где? Где? Развернулись Все инфу получили Реально Передана инфа Но я не знаю Как здесь Им очень сложно Тут что-то сделать Потому что Они уже Между двух огней Периодически Прилетают сзади Высмотрю Да нет Да нет Там никого Фильм 2000 года Да нет Раньше вроде Да? Ну ладно Я приврал немного Хотел Чтоб Выпендриться Ой Опасная ситуация Голд пытается Прорашить Калаш Гренка Ом Какой же хреновый Зажим-то у Голд Биг Ёпор СТ Но ситуация Плохая Хриловича зажимает Нокают О, вот это уже было Значительно лучше Да ладно Просто Минус 3 Вылечись Ну что ж ты делаешь-то Гренку кинь Вылечись Как же приняли Прекрасным Иронест Остается один На него Хоть двое Здоровья нет Он ложится Перезаряжается Пытается что-то сделать Дым И минус Все На одиннадцатом месте Топ-1 Закончили игру Сыграли агрессивно Да Но они все равно прошли В любом случае Прошли Вот Ну жалко Я думал Что они сейчас Как эти Рома 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 Сбивает своих Вот здесь Вот Сбил Я думал Они как хищники Просто сейчас Ворвутся Просто разуплотнят Тем более Они выходили на двоих Да Была еще поддержка Со стороны Хорошая Весьма Но с калашом Там В результате В результате Очень хорошо Зажал Голд Би Извините Здесь команда Остается На позициях Ешка Один Мимо него Проезжают Ооо Здесь кстати Джамба Кагами Рискует немного Потому что Плотно ведут огонь Колеса Уже нет Второго колеса Тоже нет Пошел огонь И взрыв Да С Лос Леонос Я хотел сказать С Ясной Поляной Но это Совсем не ясно И совсем не Поляна С Лос Леоноса Там одна команда С Северных Домов Хорошо стреляет Поизон там Простреливает Одного Нокает Зейн в ответку Там Его же Ему же По каске дает Все 10 команд Спокойно Ну более-менее Размещаются Внутри круга Потому что Места Места пока Хватает Всем Тут Бластона Закрывает Ему реально Очень сложно Потому что На Четыре человека На горе Ой Очень странно Он пикается Конечно Очень быстро Выцеливает Скорее Так Чтобы просто Отводить Противника Чтобы он Не смотрел Сюда То есть Такие вот Одиночные выстрелы Они Получается Уменьшают Шансы Что тебе прилетит Ответка Потому что Ответ Как правило Прилетает Спустя какое-то Время Человеку Нужно сориентироваться Увидеть Откуда идет Стрельба По крайней мере Если ты по-разному Стреляешь Если там Ну хотя Инфой обмениваешь Не в этом дело Не важно Короче Смысл в том Что он Долго на одном месте Не стоит Выстрел Отошел Выстрел Отошел И по разным Целям еще Ну так Чисто профилактически Попадет Попадет Не попадет Очень хорошие Такие пики В общем Гы Шутки Распределились Зейн нокает ешку Ну здесь Никакого риска Опять Там фулл сквады Все живые То есть 10 команд 37 живых То есть Кэп подсказывает Что только Трех человек Не хватает При том Что есть команды Где Наверное Есть два человека Или даже один Нет Не вижу Только три Ну три Как раз Прокликал И три команды Нашел Новый круг Возможно Даже ешка С командой Пожалели Что Ливнули Из пикада Потому что В принципе Возможно Что круг Будет еще в пикад По крайней мере Гостиницу Можно было Окучить Из нее Неплохой вид Открывается Так Собираем Манатки Поехали На север В сторону Пикада Судя по всему Сейчас Смещаются Сталк Один С тиммейтом Да с тиммейтом Блин Да вы отчаянные ребята Минус колесо Неконтролируемый полет Выход Блин А тут же вокруг люди По крайней мере С горы Вон там По правую руку Пешком До этого компаун Это вообще отчаянный Отчаянный поступок Их заметили Начинают стрелять Дистанция Очень серьезная Порядка 600-700 метров Поэтому Реально Добежать Плюс Ты Чубака С АВМом С дымом Велеса Нокают Аааа Да тут На самом деле Двух людей приняли Кто Кто приехал На мотоцикле Дима машина Не справился С управлением Перестрел А помогают Кстати розовенькие тем Они стреляют Стреляют по горе В которой стреляяло По По тем Кто в кратере Находится в этом Да Ну в результате Доходит И эта Позиция очень хорошая То есть Штурмовать Дома сложно Пешком сюда Добежать Уже нереально То есть Только на машинах Еще бы здесь Побольше народу было Потому что вдвоем Сложновато держать Третий товарищ Хевик Он получил инфу О том что Да там мы в домах Все нормально Все чисто Давай к нам Здесь Столько всего Вкусного есть Блин Это в каком-то мультике Эй птичка Да Это про Было в мультике Лети к нам Там столько много Вкусного Это про Хвост Да Кажется Тут Замес Кажется Намечается Муви Рядом Уже не Старается не топать Убери человека Боууу Фуфуфуфу Фуфуфуфуфу Стрик сно-кэит муви Убивает его Его Убивает Ешка Квиз Два Один Остается Нет Двое 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 Один в один Все Короче Нет Не один в один Два в один Ешки и Татарин справились, но эти товарищи вдвоем остались, тут огромное количество лута, и со своих, и с чужих. Машины на выбор просто, на двоих, тут вести некому третью, за руль некому садиться по третьей машине, и они в топ-3 в данный момент, им, конечно, жить очень важно. И они, им прям выживать надо, прям выживать, потому что у топ-3 разницы между топ-4 практически никакой, да даже и 5 и 6 люди, они могут догнать, там, 150-200 очков. Ой, ну пока круг рядышком, врагов особо нет, рядом, на дистанции Нок и Нукес вообще умудряется простреливать, 700 метров просто, кар 700 метров просто. Но он уже пристрелялся, они тут достаточно давно сидят, и давно стреляют именно по той горе, поэтому пристрелка врублена нормально, они видели, как летит пулька, и уже можно брать правильное количество засечек, или использовать в скоупе, соответственно, дистанцию, и выцеливать точно в голову. Да и опять же, из кара пульки, они, ну, это семерки, это очень редко бывает, что семерки на каре заканчиваются. Если, конечно, у тебя основное оружие не калаш из берил, ну, или берил, или гроза, то семера, как правило, хватает, там, 70 с запасом взял, и все, даже такая активная стрельба, как правило, не приводит к тому, что... Ой-ой-ой-ой, пижамный дядя по нему с двух сторон стреляет, он выходит за пределы круга, минус колесо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, лег. А, нет, не лег, там, я еще увидел, что горка же, все, видно сверху, и он тоже понял в последние секунды, типа, черт, надо было левее брать за деревом. О-о-о, стягиваются. Так, Левант приезжает, но они здесь в отвратительной позиции, потому что они простреливаются с домов легко. А кто у нас там с этим, с Каром был? Ой, с АВМом был. Вот, АВМ-X8, зазумить. А, там есть такая горочка небольшая, или они просто... Да, они... Тут есть такая горка, которая перекрывает вид от домов. Слушайте, я этого не знал, место, оказывается, неплохое. Ну, правда, им сзади прилетает, оттуда, откуда они приехали. Просто люди с горы начинают... Как же двигается хорошо, а? То есть голова на месте вообще не находится. Просто вот-вот... То стрейф, то головой мотает. Это, конечно, ну, тебе сложнее целиться, если ты вот, там, ЕВ, ЕВ, КУЕ, точнее, КУЕ, делаешь постоянно. Там прицел так или иначе немножко ходит. Но зато попасть в тебя значительно сложнее. 8 команд, 28 живых. Состав еще довольно-таки приличный. 4, 3, 3, 4, 4, 4. Только вот Ешка с Татарином вдвоем. Остальные все в боевых полных составах. Стендбай говорит, это и есть отбор новобранцы. И с чем? Ну, тут ребята попадают. Хотя надо посмотреть по процентам, на самом деле. Не факт, что здесь результативные стрельбы больше, чем, там, 65 средние в их с чеме. Ну-ка, опять там нокает издалека. Ну, хотя-то тоже не издалека. Неоген заходит в круг. Тут хорошие тоже горочки. Пытается закрыть. Плюс тут слышит стрельбу дальше по горам. Слышит стрельбу внизу. Да и получает колючий. Вот что полез-то туда? Мансит. Сковорода одну. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ребята, спасите! Спасите! Спасли, молодцы. Если б не сковорода, он умер бы. Так, тут, похоже, рашить будут. Тизерин. Голдби нокнули. Да, давай прорашим с этим. С М24. Берет гренку. Пошла гренка. О, хорошо, Гренкой Фай Голдби добивает Отваживает еще одного Ноку Нифига себе, как агрессивно играет Красиво Сделали минус 2 Фай очень аркадно сейчас подходит Очень аркадно, видит Нокун там, добивает Слышит второго, который пытался Прикрыть товарищем Вот Фай действует, вообще двигается очень хорошо Проверил, труп не труп Выцеливает, сокращает На новую инфу Сократил, добил, где следующий? Вот движение совсем другое Помните, мой там поворачивался человек, который типа без мышки играет Вот, этот прям Как будто в кваке прыгает Ну то есть очень динамично получается Успел там Гренку Кинуть по инфе По дым Это зря, вот это вот ошибка Просто, ну хорошо не стал выцеливать Там повыкидывали всякую Всякую ерунду Вот здесь вот жесть будет сейчас Сейчас закрывать будут Уже хаешками отрезать начинают людей Уже хаешками начинают отрезать Правда дистанция еще серьезная Рановата еще К хаешкам Эракес тут выходит Ешка, бедолага Один остался Блин, а ешке-то нужно до топа Пытаться как-то дожить О-о-о-о, позиция АХМ Да ёпрст, тут две команды просто вокруг Он двоих нокает, а там ещё трое слева Так, пытаются заехать Криспикс, пытаются штурмануть компаунд Он еле-еле живой Заезжает, нуки завысаживают У него очень серьёзные проблемы со здоровьем Подъезжает ещё Вульф Выходит раньше времени, потому что врезался Блин, такая война Нукис минус Хэвика встретили, который пытался Ну, который пытался встречать Как раз вот его и как раз Как раз, как раз Грянка нет! Как, 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 как Как точно, а, играют, а? Как точно кидают У меня уже слова паразиты просто льются из Эх Повторение часто Очень опасно вышел сейчас В попытке добить Ну, и Леванта решает, что не надо воевать Ни за что Тут жёсткие перестрелки А что у нас по топу? А всё! Весь топ-3 вылетел! Весь топ-3 вылетел! О-о-о-о! Сейчас топ-2 и топ-3 Должны подвигать А кто? Кто там, блин? Вэвульф! Свифты могут зайти Вульф живой? Не, нифига не живой Леванта пытается выставить Видит Чубаку Гренко, 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 Гренко Там ещё сзади простреливают Блин, они остались? То есть только Тизерин из близких Топ-4 Короче, Тизерин точно ворвётся Благодаря вот С командой Благодаря тому, что они остались в топ-4 Без топов В тройку Это уже практически нет никаких сомнений Ешка вылетел Девульф тоже А, нет, 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 нет Девульф, вот, Креспикс Вот, 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 вот Короче, Леванта же Леванта же сейчас ещё живой Блин, вот, вот реально Он сейчас борется за топ-3 Еле-еле выживает Пытается Его идут рашить Он живёт Он пока живёт Пять команд Чем дальше, тем больше шансов На, на то, что Можно добраться до топ-3 Хавок, если ты слышишь Пожалуйста, как можно быстрее счёта Обнови, пожалуйста Пожалуйста Гренки пошли Куда? Светошум Рашет Да Топ-5 Топ-5 Капец, зарубы за второй-третий Реально Самая лучшая позиция у команды Тизерина Здесь Здесь пошёл размен Да, там не подняться Видит, 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 видит Жир Блин Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррн Но всё мимо Гипсеринг Ноль киллов у команды Ноль киллов Сейчас вот один килл хочет сделать Ай-ай-ай-ай Тизерин пытается закрыть этих Ну, кстати, грамотная тема Вот на эту горочку зайти, добежать. Потому что пока они там заняты, пока еще есть шанс их отрезать. Именно отрезать. Потому что сейчас подниматься будут. Ой, выходит сразу. Все мимо. Все мимо у Тизерина. Второго нокают. Бластон рядышком. Минус 2. Да. И на третьем месте команда... Команда Вэй Виктикс и Спортс. Они точно зайдут в топ-3. Точно зайдут уже. Остаются две команды. Два в три. Пять живых. Центр круга. АВМ, Х8. Шнига, 4 килла. Обмениваются энергетосами. Здесь 12 киллов на тиме. 12. Ё-моё. Как они воевали тут на скалах. Но они пока в круге. Но... Очень высокая вероятность, что им придется спускаться с очень неудобных горок. Прям вот-вот отвратительное место. Отвратительное. То есть, либо ты сейчас выходишь, начинаешь нокать, что маловероятно, что у вас меньше. И потому что там АВМ. Плюс ты не знаешь еще, где враг. А вы там шумели и капец. То есть, у вас еще касок нет. Все, Велеса начинает стрелять. Дается инфа. Сталка, правда, немножко ранит. Но позиция у зеленых значительно лучше. Так, а анимак у нас какой? Анимак-то топ-2. Собственно, вот эти вот две команды и пройдут. Топ-2, они точно укрепятся. А вот команду Good Game, Ешку, Татарина, к сожалению, не подвинут. Тизерин. С четвертого места поднимутся на третье. Понятно, все уже. Все понятно, как оно будет. То есть, топ у нас останется на первом месте, потому что колоссальные отрывы по очкам, они там, пусть на десятом вышли, но пофиг. Там разница в 700 очков. Предварительно, получается, Фрай с командой выходит на третье. А вот анимак с Велесом уже выполнили свою задачу. Уже выполнили задачу, а не как минимум топ-2. То есть, они удерживают позиции. Особенно с таким количеством киллов. Ну, это понятно, все. Да. Ну, сейчас кружаню. Кружаня ни к чему пока не обязывает. Но, опять же, тут вопрос вероятности. Куда пойдет круг? О! Минус один уже. Ну, там каски нет. Да, это... Без головы. Там, конечно, тоже... Хотя эти товарищи очень рано приехали в дома, и они еще успели подлутать. То есть, помните, там к ним приехали. Третья каска, вторая каска. И первая каска, да, моддинговая эта. Каждый раз, когда говорят тизерин, мне кажется, тизин, черт, насморк. Это тизин лучше не использовать. Это просто капли, которые сужают сосуды. Ну, там, не сосуды, а этот. Короче, слизистую. И если будешь регулярно их использовать, то получишь хронический ринит. Это... Лечится, конечно, но... О! Велес опять дал разок, но получил в тело. В тело, судя по всему, вообще из АВМ получил. АВМ шотает в тело, кажется, если только вообще брони нет никакой. Анимака снова нокают. Ситуация тяжелая. Снова поднимают. Да, и новый круг. Он не совсем нейтральный, но было понятно, что... Скорее всего, этим придется спускаться с горы. Простреливают уже на пофиг. Начинают действовать более активно. АВМ. Бух! Такой выстрел. Еще приятнее, когда он с глушаком. Прям такая музыка просто. Для ушей. 4 кила на команду. Это очень мало. Но они очень грамотные домики взяли. Несмотря на то, что на баги там приезжали, один вообще пешком дошел. Через 10 секунд стартанет следующий круг. Анимак уже как-то умудрился спуститься. Не знаю, как его пропустили. Анимак бежит. По нему стреляют. Он пытается лечь, пострелять, но его нокают. Ну, нет здесь укрытий толковых. Остается только соло верес. Один в трех. Получает в тело опять. О, нет! Да, я не дал киллы, типа. За зону добежал. Ну что ж, шестую карту. Ребят, мы с вами выставили. Участники молодцы, выставили. В результате... Давайте я подведу итог. На всякий случай не буду. Там помолчу. Три минуты, чтобы задержка сработала. Сила вроде есть на часик экс-чемчика. Поэтому я, скорее всего, вернусь. Благодарю вас за внимание. Отлично посмотрели. Завтра в шесть часов будет продолжение. Последняя часть финала. Будем болеть за команду Пуха. Там не только. Там еще команда Рутони. Там Даркнубик играет. Будет очень весело. С Понти, скорее всего, будем комментировать завтра вечерком. Участникам благодарность за то, что старались. Это было видно. Поздравляем тех, кто пройдет вперед. Предварительные результаты я уже понял. Финальные результаты в чатике наверняка скинут. Ну и страница с турнира тоже обновится. Там вкладка «Итоги». Не буду задерживать бойцов экс-чем. Поэтому вернусь через три минуты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok